Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Мы сегодня имеем на этом месте того, кто дает живую воду. Аллилуйя. Той, кто пьет воду, жаждет снова, а тот, кто будет пить ту воду, которую он дает, никогда не матим жаждет. Я знаю, те, кто напилися, кто попробовал, те живые воды, они никогда, никогда не хотят пить что-то другое. Написано, вкусите, попробуйте, какой добрый Господь. Его можно попробовать, вкусить, пережить Божу благодать. Я не раз бачив, и постійно, навіть на минулому тижді, приходилось быть в церквах, когда Господь хрестил Духом и святым, я дивился, как люди, которые попробовали, те живые воды, как они тишились, как им все было мило, как они одно одно обнимали, дякували Богу, сповнившись Духом и святым, прославляли им я Господне. Братья и сестры, и мы сегодня пришли перед тем, может, ты еще не был, может, ты сегодня становился, может, ты в тяжкой борьбе, но он уже тебя ждал тут. И я знаю, и впевнен, и он ждал, и полиция, потому что все умовы создавал для того, чтобы действительно его было прославлено, он ждал. Я трошки проглядывал записки, и даже сегодня телефоновали, и вчера телефоновали, и уже подходили, просили, и мы будем молиться. И в конце особо будет молиться, но на сегодня подходили и уже батько своєї доньки, они живут в Соединенных Штатах, прізвище майстру, я их добре знаю, я думаю, тут я таких много знаю, и в ней страшная хвороба, якою люди сегодня жахаются, я думаю, вы знаете. Но они тоже ждут, что тут народ будет молиться. И даже приходят записки, одна записка, подякуйте Богу, что в прошлый раз молились, и Бог моего Сина глухого немого выздоровил, что Он сегодня здоровый. И я много подяну, что Господь давал ответ, потому что Он живет, и мы сегодня пришли к Нему. Чуешь, Он ждал. Може, ты не сподівался на ту зустріч, жінка та самарянка не сподівалася, стумилась, вона и не думала. Життя її таке поколичене. И когда Христос говорит с ней, и она просит, то дай мне ты ее водой. А Вон говорит, иди поклик чоловека. Вон хотев что-то больше ей рассказать. И вона говорит, не мав у меня чоловека, ты правду сказал. Ты пять мала, цего, что маешь, не чоловек. И вона в тот момент скрипнула, я бачу, что ты пророк. Скажи, где же молиться, чуете, яке питание ей хвилювало. Вона хотела звільнення, вона хотела помощи, брати и сестры. И он на тебя чекал, он знал, он бачил, чуешь. И если ты стунився от твоего життя, то сьогодні є той, який даешь живу воду. Аллилуйя. Слава Иисусу, брати и сестры. Мы будем молиться, чтобы Господь Духом Святым сьогодні говорил, чтобы Господь наполнил у него в уста. Братей Иисусу, чтобы он мог его использовать. Я долго не буду говорить, брати и сестры. Сьогодні є багато братів, які дійсно мають слово від Господа, а мы сейчас идем у молитвы. И так щиро схиливши свои голови, звертаемся до него. Ты слышишь на протяжении этого служения, что Иисус пришел до тебя, ты на пьесе цієї води. Хороби выйдут от тебя. Молимся, брати и сестры, схиляем головы. Мы благословляем о твоей святой имя Иисус. Мы дякую, что ты е наш Бог, наша надія, наш заступник. И наше, Господи, упованье только на тебе. Аллилуйя. Я дякую уже, что ты берешь народ твий, что сегодня, Господи, на этом жертвеннику, кай горит твого не гасли. Аминь. Ай, сегодня поступи за всякий дух хвороби в имя Иисуса Христа. Господи, зігрей твий народ, Боже, покрий, Господи, твоим крилом. Так, як ташка пташинят, ковай, так ти під свої крила, сковай і прослав твое имя. Будь достойный, аллилуйя. І вот прийшло время, щоб народ відкрив ворота, відкрив двері серця. І наполнилася, Криміна Сталміна, внутрість твоя водою живою. Ібо є в планах неба, о, росіть тебе, наполніть хлібом небесним. І так, як важна стоять на страже, для того, щоб помазання було пістояно, брання дуковна. І важна, щоб сторожа стояли на мурах, дабы благословення сошло на наслідие моє. І день цей був пам'ятним в житті многих. Ібо і стомилися душі і ждали цього міста, цього дня. І я супустрував їм. І руха моя, Криміна Сталміна, вона ныне опуститься низко на баги серця. І уйдуть з цього міста радуючись, тому що свят пройшов на небо. І є слово к народу на місці сьогодні. І так, Криміна Сталміна, будь приготавлен спрішаному, дабы не пропустить нічого. Тому що прийдуть дні осады, дні боренья, коли баги будуть жити цими словами. Положи їх во глубину серця, положи їх вовнутрь себе. Ібо слово моє є живое і действенне. Маги будуть метатися, баги будуть в тревогах. І будуть бішать Криміна Сталміна, і скажуть, не проходили ли здесь пророки? Ні кромену Сталміна не видали ли ви їх імен с углами? Не знаєте ли ви імен тих людей, які мають свість з небом? А я хочу говорити кожному чоловіку. А я хочу остановити, і буде остановка. І остановлю молодих людей на путях їх распутних. І заговорю, і очищу, і свячу. І припояшу, і пошлю на поля Криміна Сталберіг Ламіна. Ібо я слышу воплю народа. Плачут старці і старці возле жертвенника. І кажуть, господі, доколі, доколі ще? Але воно в рємні, коли двигаються облака. С прорівним дождем, амінь, кромену Сталміна. І буде явлена слава всей країні, Що раздадеться слух, амінь. Ірбеду скиберлайду Сталміна. І барабов своїх об'єдиняю. Припоясываю, амінь. Не тримай, не тримай, не тримай для одниха і першиттва на землі. Але в рємні в сраженні. І ти, народ мій, доджен вибороть благословення. І воно буде дано сей землі. Люди метутся, люди совішаються. Але буде так, як буде дремен, сугломен. По волі мій, амінь. Аллилуйя, Роману. Аллилуйя. Господи, утішай народ твій. Аллилуйя. Ти, Господи, вже чуєш молитвю тих, які вопиють біля жертвеника Ісус. Ти знаєш, як довго і тяжко чекати Боже. Але ми просим твоєї милості. Спасати, рятуй твій народ. І прослав твоє ім'я. Будь свеличений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дух Святий. Дух Святий. Учитель. Дух Святий. Я дивлюсь в небесі вину. Як не знаю, хоч я не спадну. Як це люди не служать йому. І не вірять, не вірять йому. Як це люди не служать йому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Чи готовий зустретись с Вечным Богом? Племена будут ридать, колена, языки будут ридать, народы будут ридать. Но церковь возлюбленная, голубица будет на брачном перуанца. Аллилуйя! Вечное торжество! Вечная аллилуйя! И сегодня до того кличет тебя Вечный Бог. Но вместе с этим, братья и сестры, радостно быть в великому зібране. Давайте прислушаемся, что каже Бог. Давайте прислушаемся, что каже Бог. В свой час один из мужев Господний царь израильский, царь юдейский, сказал, спроси сегодня, что скажет Господь. И он сегодня говорит, трубите не просто, не просто дещо пчет, трубите трубой на сегодня, бейте тревогу на святой горе моей, да трепещутся жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. И в свой час Малахия говорит, чем предстать, Михаил говорит, чем предстать не пред Господом, явиться пред Богом Небесным, с сердцами, со всесужениями, но можно ли догадить? Разве отдам первенца моего за преступление моё, и плодчево за грех души моей? Вот человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, действуй справедливо, любить дела милосердия, и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Братья и сестры, я входил, чтобы каждый из нас смотрелся. Господи, а я как я, тебе немае лицеприятия? Ты Моисееве спеваешь, великые ароны Моисея, мы не явились в святости моёй. Ты в свой час сказал Моисееве, он та обетована земля, про яку я клямся, я введу тут и народствий, но ты туда не уйдёшь, потому что ты не явился в святости. Написано в Слове Господнему, кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, как огонь расплавляющий, и как щёлок очищающий, градёт Бог наш, и не в безбогные, при нём огонь поедающий, и вокруг него сильная бура. Он призывает свечу небо и землю судить народ свой. Соберите ко мне всех святых моих, вступивших в совет со мной при жертве. Небеса провоздасят правду, и пусть судья вся есть Бог. Слушай, народ, я буду говорить, я Бог, твой Бог, Аллилуйя, слава Ему, и в сегодняшний день Он говорит о нас, Он просит нас, братья и сестры, и Слово Господне, один из мужей Господней каже, умоляю вас, милосердие Божие, представьте тело вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь в обновлении ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чуете, я каже Бог, умоляю, умоляю, идите, я вас прошу, поступите, я каже мое слово, не преклоняйтесь под чужое, я работаю с неверными, что общего света судьмою, какое общение Христа с Велиаром, какая совместность храма Божьего сына мы, а вы храм Божьего, как сказал Бог, всею с них, буду ходить их, буду их Богом, а они будут моим народом, и посему вы идите, и не приказайтесь нечистому, и я приму вас, и будете моими сынами щерами, говорит Господь Сенержитель. Не я кажу, каже Він, якого слово авторитет, якого слово незмінное, аллилуйя, слава Ему, и Він сегодня ка, трубите трубою на сегодня, бейте тревогу на святой горе Моей, да трепештутся жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, и каже, и будут народы, как горашка я известь, как срубленный термоник ходит в огне, слушайте дам нечто, сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое, устрашили зверяшники на сегодня, трепетут бел всех нечистивых, кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени, тот, кто ходит в правде, говорит истину, попирает користь от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, дядя не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, дабы не видеть зла, убежища его неприступные скалы, хлеб будет дам ему, вода в него не иссякнет, глаза твои, народ Господний, глаза твои увидят, сграл красотею, аллилуйя Богу нашему, братья и сестры, я не знаю, я чомусь душ святий, помучает у молитвы, давайте попросим Бога, братья и сестры, хай Боже благословение, в обильной мере, сьогоднішний день будет вилита на все место, на каждое сердце, на каждую душу, Бог зрозуме, он понимает, он понимает, что привели до его взяты, при реподиании, она здесь стоит, и ее сердце третит, там ты не великий, высокий, над ним, приступай до его, что скажешь ты, а он смотрит на ее, он смотрит на их, он смотрит на Голгофу, и говорит, кто без рака, первые кинули в них камень, и они разошлись, а потом он говорит, иди, и больше я тебе не суду, и больше не греши, чуете какую милість, чуете какая миссия вечно Бога, может ты помился, может и лист на век, но сегодняшний день, я требую миссия, от Бога на этом месте, аллилуйя, слава Богу, молимся, благословляем вебинар его, написано, благословите Господа, все равно при его предстоящем, в доме Господнем, возвратите руки, святки лищу, и благословите Бога, и благословить тебя, всего Господь Бог, сотрувший небо и землю, аллилуйя слава, гребен, ботар, 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 аллилуйя слава тебе, аллилуйя слава тебе, аллилуйя слава тебе, у нас перед ним, благословите, 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 Пусть течет вода, ибо многие сердца загроможденные, и благодать не может проникнуть вовнутрь. И так Кремина стал перегломен не стой праздно, когда сегодня Дух Святой возмущает воду на месте сием. Как важно отвалить этот камень от сердца своего, ибо было время, когда из внутренности истекали реки воды живой. Но подникремен с угломен по безпечию, промансу лови дештамина, прошли дни жизни и осталась пустота. И так Копати, углубись Кремин и Гламин, приходит время, когда пустыня испытает не одного, житейская пустыня. А для того, чтобы пройти и выйти как победитель, нужна живая вода. И посему сегодня не умалкивай, когда проходит Дух Святой помежду радью народа, Когда внимает с Духом Твоим и словам Твоим, неужели, говорит Господь, я пройду мимо вопиящих ко мне день и ночь. И так народ мой не умалкай, Каламану сталмена, ибо если ты выборишь благословение, Оно почиёт на тебе, на домах твоих и на окружающих тебя. Эрмана и сукиберегломен, как многие, не разумеют тайны сией Кулмины Штамет, И думает только об одном, обогащение, оно имеет крылья, оно скоро улетит, А то, что идёт на землю, оно будет страхивать жителей земли, Ибо ныне многим горжат колени перед завтрашним днём, В то время, как церковь готуется к великому переселению, Ибо идут последние призывы для язычников, Солнце на закате и в скором времени зайдёт солнце для Израиля, Народ пользуйся благоденствием, пользуйся благополучием, Да усилятся молитвы о тех, которые в плену, Ибо есть криминастан мина, в полонах неба вывести пленников на свободу, И будут радоваться станы и торжествовать церкви, Когда будут возвращаться блудные дочеря и сыновья в стан народа, Ибо обстоятельства жительские, обстоятельства нырменностанны на земле, Они заставят остановиться многих, и придут и склонят колени, И вот Дух Святой говорит, пойдёт по высших структурах, аминь, Многие интеллигентские колени склонятся, А воочи, которые познавали вершины науки, Искали мудрости человеческой, Говорили в Ансурибе и Галарвина, и говорили, Нет Бога на земле, эти люди пройдутся знамениями, аминь, Краману стал мина, они станут живыми свидетелями, И вот высших структур начнёт Дух Святой приводить в станы народа, Время пробуждения приближается, аминь, И я, как никогда церковь должна быть готова Встретить таких людей в своих станах, аминь, аминь, Аллилуйя! Боже наш, благословен ти Господи, в житті рабів и рабин Твоїх, Будем всякий час на всяком месте, И мы благословляем Тебе за сьогоднішний день, За славу життя, яке Ти говоришь до нас, Аллилуйя! Слава Тоби, Боже! Что Ти на сьогоднішний день, Господи, Маешь, благословення в Тебе нічого не вибухає, И поток, Ви, Він завжди полный буди, И всякий, хто правде, Господи, Може підійти в смирені і напитися, Аллилуйя Тоби, Боже! І я молю Тебе, прошу, поможи нам пільмувати, І в цьому служенні, і на цьому місці, І скрізь, Господи, копати рів під ароми, Даби, Господи, важтинка кожного серця, Була наповнення Духа Святого, Аллилуйя! Слава Тоби! Благослови! Поможи розуміти, Господи, І Ти слова, які Ти говорив, Вивесені через пророчі густа, Приходить день, і Ти будеш великих, Ви високих кликати, А не разом Ти, Боже, велиця, І Ти сказав, Вірде і основання Боже стоїть, І має печати сію, познав Господь Свої, І да вступить тут неправди, Всякий ісповедуючий ім'я Твоє, Ха ім'я Твоє буде благословенне В житті народа Твоє, Чи то в діні рук, Господи, Чи то в слові ус, Аллилуйя Тоби і слава Тобі, Бо євини Ти достоїн Бог, Отець, Сын і Дух Святий. Амінь. 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 Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желаний дорогой. Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желаний дорогой. Научи меня в гречном мире жить, чтобы свет твой смеял во мне. Где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желаний дорогой. Научи меня, среди ты скажи, голос дышать пришло. Научи меня за тобой идти, как желанный дорогой. Научи меня, среди ты скажи, голос дышать пришло. Научи меня, среди ты скажи, голос дышать пришло. Научи меня за тобой идти, как желанный дорогой. Научи меня, среди ты скажи, голос дышать пришло. Научи меня за тобой идти, как желанный дорогой. Научи меня, среди ты скажи, голос дышать пришло. Слава нашему Господу. И поэтому я благодарен сегодня Господу, что Господь дал сегодня возможность засвидетельствовать об его имени великом. И я помню, когда моя мама обратилась к Богу, она говорила моему старшему брату, что Сергей обратись к Богу, он сказал, мне лучше 10 лет в тюрьме отсидеть, чем мне твой Бог. И знаете, исполнилось его желание, он отсидел несколько сроков нашей Белоруссии и России. И наконец наступил такой момент, когда он обратился к Господу. И знаете, когда моей маме через пороческое слово было сказано, и младший твой сын, он придет к Богу, моя мама сказала, я не верю в это. И вы знаете, спустя только 11 месяцев после ее смерти я обратился к Богу, за что слава нашему Господу. Поэтому молите за своих детей, Бог Господь, Он любит и отвечает на молитвы ваши. Я хочу засвидеться о том, как Бог сделал чудеса в жизни моей. Я помню, когда мы были молодыми людьми, я думаю, здесь много молодежи, это будет очень болезненно услышать. Мы так рассуждали, что скорее бы жениться и начнется тихая, спокойная семейная жизнь. Вы знаете, пускай в вашей жизни так и будет, но в моей жизни Бог, чтобы я ведь славу свою сделал по-другому. Я помню, когда моя жена уже была беременна, и что-то в организме ее случилось нехорошее, ее забрали в больницу. И когда я пришел в больницу, врачи сказали, что будет или жена умрет, ребенок останется жив, или ребенок умрет, жена останется жив. Знаете, ни один из двух вариантов, он меня не устраивал. Я пошел на молитву, и Господь, Он сказал, что все будет хорошо. И когда я пришел в больницу, знаете, туда, моя жена, она плакала, а я пришел туда с улыбкой. Она говорит, что ты улыбаешься, ты, наверное, надул на молитву. Я говорю, да, Господь, Он сказал, что все будет хорошо, слава нашему Господу. Через полгода у нас родился здоровый, хороший ребенок, девочка. Вы знаете, прошло два года, я помню, мы проводили венгельцинное собрание в одном из городских поселков нашей Белоруссии. Я слышал, как пастор одной церкви, он рассказывал, что однажды у него сильно напухла нога, она стала темно-бордового цвета. Была высокая температура, и когда его забрали в больницу, врачи дали заключение в болезнь рожеского воспаления, или в народе говорят просто рожа. И они его две недели лечили, ничем не смогли ему помочь. И тогда головрач его вызвал и сказал, что мы не можем тебе помочь, тебе нужно обратиться к таким-то и таким-то бабушкам, они пошепчут тебе, и тебе все пройдет. Он сказал, я лучше умру, но к этим людям обращаться не буду, потому что я верующий. И вы знаете, было заключение врача, когда его выписывали, врач сказал, ну и помирай. Вот таким диагнозом он выбился из этой больницы. Слава Господу, народ Божий молился, он получил исцеление. Я помню, когда я сидел там, я слушал, и думал, что это за болезнь такая рожа, которую так все боятся, и даже врачи, они не смогли ничем помочь. Спустя два дня моя жена с моим маленьким ребенком, двухлетним, дочкой нашей, она находилась в деревне. И я ехал в деревню туда, чтобы помочь, было сезон копания картофеля. И мы встретились на перепуте за 150 километров от нашего города Барановичи. И я смотрю, лице у моей жены слезы. Дочь наша не может идти. Я говорю, что такое? Говорит, у нашей дочери сильно напухла нога, поднялась высокая температура. И когда ее привезли в больницу там, в городском поселке, откуда она родом, и сказали, что мы ничем не можем помочь. Везите в город Лунинц, может там, квалифицированные врачи, может там чем-то смогут помочь. Я говорю, мы не поедем в Лунинц, мы поедем в город Барановичи, будем молиться Богу. И Господь сделает то, что Ему будет угодно. И когда мы приехали, уже был вечер. Мы пришли домой, мы склонились на колени. И с таким пованием, что вечером плач, а наутро уже будет радость. И мы помолились Господу, знаете, утром первое, что я пришел посмотреть, изменилось ли что-нибудь. И вы знаете, к моему сожалению, ничего не изменилось. Мы привыкли так, что помолимся Богу, и Бог должен отвечать на наши молитвы. Но я твердо знаю, что у Бога есть свое время. Он не обязан нам ничем. Он великое сделал. Он Сына Своей Иисуса Христа послал для нас. Он уже сделал великое дело. И по своей милости Он делает для нас дела великие еще. Поэтому мы будем благодарны нашему Господу. Потом племянница попросила мою жену, она нужно было сходить в город. И я остался один на один с моей двухлетней больной дочкой. Знаете, я хотел померять у нее температуру. Я взял градусник, чтобы подойти туда. Я селком ей подсунул градусник. И прошло минуты, наверное, как она закричала. Она выбросила этот градусник. Я посмотрел, температура была уже за 38. Натем я хотел посмотреть, что же там на больной ноге. У нее было тут день икры ниже. Очень сильно напухло нога. Она была темно-бордового цвета. Она горела огнем. И знаете, я хотел эти колготочки снять, что-то посмотреть. Она сильно закричала, носка болит, носка болит. То есть ножка болит, ножка болит. Я, знаете, такой сильный парень. И я не смог даже посмотреть, что там находится. Потом прошло время, она сильно стала кричать. Я уже не рад был, что отпустил свою жену в город. Я взял эту дочь. Я подумал, самое будет лучшее, это положить ее в постель. И, возможно, она уснет. Знаете, я когда-то так слышал это, что так делали родители. Я взял свою маленькую двухлетнюю дочь. Я положил ее на постель. И прошло некоторое время, я действительно услышал, что она уже затихла. Когда я к ней подошел, знаете, я упал на колени, видя, что происходило. Она стала вся темно-бордового цвета. От рождения она еще белее меня говорили, что я белым родился. Она еще белее меня. Там нельзя было ошибиться. Она была вся темно-темно-бордового цвета. И, знаете, я упал там на колени перед ней. Я видел, когда братья, они бывают, одно колено склонят, а другое боятся склонить перед Богом. Знаете, я упал на колени там. Слезы, они хлынули с глаз моих. Я положил руки свои на мою больную дочь. И я услышал, как огромная температура, она находится под моими руками в связи с болезнью моей дочери. И я помню, когда слезы мои не падали на эти больные ноги. Я вспомнил блудницу, которая приходила к Иисусу Христу. Она стояла и слезами умывала ноги его. И я сказал, Господь, если ты, этой блудница, которая пришла к тебе, наплакала перед тобой, Я вел милость, но и просил грехи, но пускай слезы мои, они исцелят мою дочь. И я буду везде и всюду говорить, какой ты сильный и могучий Бог. Я благодарен Господу. Я не думал, что мне предстоит такая возможность засвидеться о велике, о великом и могучем Господе. И, знаете, то, что стало происходить на моих глазах, было трудно поверить. Я увидел, когда краска, она стала сходить, слеза моей дочери, она уходила, уходила. И она вернулась туда, только на то больное место, откуда начиналась эта болезнь. Я услышал, как под моими руками оно стало холодеть. Эта температура, она прямо в течение нескольких секунд, она стала падать. И чем я увидел, как моя дочь она осталась в постели, и она стала прыгать на этой больной ноге. Как бы, да я понял, что кто-то сильно вмешался в ее жизни. Потом я взял градусник, она говорит, на, меряй, меряй, меряй. Я померял температуру, температура была 36,6. И когда я спрашиваю у врачей, возможно ли такое, что без каких-то вмешательств, каких-то лекарств, так вот произошло в течение нескольких минут, все врачи говорили, что это невозможно. Но нашему Господу все возможно, слава нашему Господу. И вы знаете, когда через два часа моя жена, она пришла с племянницей из города, я не просто вышел, я выбежал в калидор своей квартиры, я крикнул, сказал, дочь нашу Иисусу стелил. Вы знаете, какая была ее реакция? Она махнула рукой и сказала, этого не может быть. Она видела дочь свою, когда уходила два часа назад. Она видела свою дочь, когда находилась в деревне. И что врачи, они ничем не смогли помочь. Она сказала, этого не может быть. И вы знаете, это человек, который с 15 лет верующий. Это раньше, только через 7 лет после покаяния, я обратился к Господу. Она сказала, этого не может быть. Вы знаете, я бы сам в это не поверил, бы, наверное, если бы этого не увидел. Но наш Господь жив, слава нашему Господу. Прошло некоторое время, и наша дочь она опять заболела. У нее заболели почки. И вы знаете, когда мы забрали к врачу, была сильно высокая температура. Сам заведующий в больнице, он взялся лечить ее. И уколы только сбивали на час, может быть, на полтора эту температуру. И прошло 4 дня, наша дочь сгорала, температура была за 40. И, знаете, я был на работе, я написал записку церковь, чтобы церковь, она помолилась за нашу дочь. Это было 9 часов вечера, когда церковь молилась. Я находился на работе. Но Бог дал мне в сердце уверенность в том, что сильно он уже сделал свою работу. Слава нашему Господу. И на другой день я с миром в сердце шел туда, в эту больницу детскую. И когда я пришел, я увидел, что моя дочь была здорова. Она гуляла, она весело щебетала. Слава нашему Богу. И когда моя жена пришла туда, к этому заведующему, и сказала, нужно отменить уколы. Все отменить, потому что наша дочь здорова. Врач сказал, если вам не нравятся наши условия, мы вас выписываем. Но вы еще не скоро избавитесь от этой болезни. И он обязал нас целый год, каждый месяц, чтобы дочь сдавала анализы, чтобы видеться, контролироваться. И поставили на учет детскому врачу. Я благодарен Господу целый год, каждый месяц. Во свидетельство этим людям мы сдавали эти анализы. И эта болезнь она не подтвердилась. Моей дочери сегодня уже почти 14 лет. Она живая, здоровая, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Друзья, молитесь. Прошло некоторое время, и у моей жены поднялась сильная температура. И когда она пришла к врачу, ей делали рентген легких, и ничего не находили. У нее сильно жгло там в легких. И только на пятый, пятый снимок, пятый рентген, он показал то, что вокруг легких находится вода. Болезнь называется мокрый плюрид. Если кто-то не знает, легкие, они находятся в такой подушке. И чтобы им работать, между плеврой и легкими должно быть расстояние, должно быть воздух. А там находилась вода, она не могла дышать, она задыхалась. Сильно высокая температура мест в больницах нигде не было. И лишь только под большой просьбе там ее положили в больницу, и то, где на легких она не специализировалась. И вот на седьмой день моя жена, она уже умирала. У нее уже начались судороги, она ничего не ела, она умирала. Я благодарен Господу, я посетил пастора своей церкви, Сергея Дмитриевича Позняковича. И мы с ним обсудили этот вопрос, церковь взяла пост. И именно в этот день у нее стягивали жидкость. Знаете, прошло после ее болезни полтора месяца. И самое страшное в этой болезни то, что жидкость, она со временем превращается в гной. Когда гниют легкие, в этом уже человеку очень трудно помочь. Я благодарен Господу, это было первое чудо от Бога, когда врачи уже наложили крест на нее и сказали, что все уже, наверное, ничем мы не сможем помочь. Но тогда стягивали жидкость первый раз. Там была отличная, чистая, светлая жидкость. Слава нашему Господу, появилась надежда. Тогда я позвонил своему другу, пастору, в город Пинск, там возле Пинска он живет. Я попросил, говорю, помолись, Витя, пожалуйста, что Господь скажет об моей рождении. У меня было трое маленьких деток, самой старшей было четыре, а младшему было полтора годика. И вы представьте, что такое, в 25 лет остаться с тремя маленькими детьми. Я благодарен моему Господу. Господь сказал, будет трудно, но я проведу. И когда пророк молился, и было сказано слово, что вот я посылаю руку свою в помощь. И вы знаете, один известный врач в нашем городе, он меня не знал, это была новобращенная сестра в то время, она работает в онкологии. Она подошла к диакону моей церкви, и она сказала, я не знаю этих людей, но Бог мне почему-то тревожит в моем сердце, я хочу им помочь. Она лично ознакомилась с историей болезни моей жены. Ее перевели в хорошую больницу, которая специализируется в противотуберкулезной диспансер. И там началось встречение, знаете, ну прошло около трех месяцев, а болезнь, она не уходила. Легкие болели, аппетита не было, она плохо спала, часто ночью просыпалась. И вы знаете, мы уже готовились к худшему. Но я благодарен Господу, наступил прекрасный праздник Пасхи. Это был прекрасный день Божьего воскресенья, когда моей жене, а ей захотелось посетить нашу церковь. Мы попросили наших друзей, они приехали на машине, забрали мою жену. И вы знаете, когда она пришла домой, лучшее положение было ее, это лежа, она лежала, она плакала. Она говорила мне, говорит, больно, что я ничем не могу тебе помочь. И когда ее завезли туда, в церковь, вы знаете, она два часа сидела вот так вот, и трудно было пошевелиться. Но благодарение Господу подошли пастыря, и они согласились за нее молиться. И вывели наперед, и совершили, как написано в Слове Божьем, молитву с помазанием Елея. Когда, говорит, руки возложили на меня, когда этот Елей, он прошел по мне, говорит, я услышала, как ток, как сильное что-то, оно наполнило и посетило меня. И вы знаете, назад ей не нужно было уже ехать на машине. Она пришла домой, и она до пол первого ночи, наверное, она истирала, убирала, мыла, и, что самое главное, она каждые 20 минут... Говорила, пойдем помолимся Богу, пойдем помолимся Богу. Друзья, у вас такое служение или нет? Вы-то каждые 20 минут идете служить Богу или нет? Знаете, в то время она, каждая 20 минут, говорила, пойдем помолимся Богу, пойдем помолимся Богу, слава нашему Господу. Вот такой наш сильный и могучий Бог. Это было жизненно, и я благодарен Господу. Вы знаете, сегодня, когда мне вроде бы и все хорошо, я вспоминаю эти дни, я думаю, что там мне было намного лучше, когда было труднее, потому что Господь, Он был намного ближе. И я хочу вас, дорогие братья и сестры, если у вас трудность, если у вас переживание, благодарите Господа, потому что Господь, Он близко, Господь имеет с вами дело, и это великая милость Божия. Один китайский проповедник, когда он не хотел служить Богу, он что-то отказывался, Господь сказал, это милость моя, то, что я тебе даю страдать, не каждому человеку это дано, поэтому пускай Господу нашему будет славой. Господь говорит, что действительно наш Бог живый. Сейчас еще слушаем слово, потому что братьев много, сейчас быстро бежит. Я очень благодарен Богу, что мы можем слушать Слово Божие. И уже много было сказано, и даже в сечении, где мы чувствуем, что действительно Бог наш живый, слава Ему. И мы радуем тем, что мы можем до того звертаться, просить помощи, и Господь виходит нам на встречу. Бог приготовляет церковь свою, потому что нас чекает небо. Анна Регенс, Аллилуйя. Братя и сестры, Бог приготовил место для нас, где окон не видел и окон не слышал, что Бог приготовил тем, кто любил его. Я думаю, что много здесь нашлось людей, которые могли бы засвятить, что с ними сделал Бог. Часу не хватает так быстро или на час. Но слушая эти свидетельства, хочется сказать, что слава тебе, Бог. Аллилуйя тебе. Что ты не один раз услышал в нашей молитве, что ты остыковался за доми нашей и отберегал жизнь. Хай допоможе Господь. Я знаю, что вы много слышали до этого времени про милости Божьей. Но я хочу сказать всем, кто здесь присутствует, у вас все крепко любит Бог. Аллилуйя. Слава Ему за это, что Он именно выбрал тебя, чтобы ты был в числе спасенных и имел жизнь вечное. Хай допоможе тебе Бог в этом. Может, ты про него много слышал, но никогда его не видел. Я пригадую момент в жизни моем, когда мне Бог одно равно каже. Сыно мой, я скоро с тобой встретился. О, дорогий дружець, в встрече я ждал. Я не знаю, что ты ждешь в этом собрании, чтобы ты мог встретиться с живым Богом. Аллилуйя. Он есть здесь. Я лечу, что Бог уже проходил в этом собрании. Его силы уже торкаются в твоем сердце. Хочешь его увидеть очки своими, как в свое время видел я. Господь рядом, где тебе. Аллилуйя. Он уже тебе торкается. Он хочет дать тебе благословение. Хочешь дать силу. Аллилуйя. Я читаю, спочатку читаю Слово Божие. Знайом место, нагадую, где написано в послании Петра. Друге послание Петра. Я читаю, остальная голова Дехи и Кавишики. Такие слова. Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растянут. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обетает правда. И так возлюбленные ожидают его под щитись. Явиться пред ним неоскриненными и непорочными в мире. Слава Богу! Слава Богу! Что апостол Петро нас попереджує, чтобы мы появились перед ним неоскриненными в этом мире. Життя, пустыня, томлень. Я думаю, что людей так, как бы, с прошлыми разами так много, потому что, может, кто-то злякался климатическими умовами, и думает, что, что же там может быть, но действительно Господь заступается. Слава Ему! И Бог сегодня выливает свою благодать. Потому что благодать, каже, Иван, дана через Иисуса Христа. Слава Господу! Что мы чувствуем благодать Божию в этом собрании. Апостол Поло каже, вы же знаете вкус благодати. Вы вкусили благодать Господа Иисуса Христа, что Он, будучи богатым, обнищав ради нас. Чтобы сегодня я и ты могла сбагатиться. Аллилуйя! Он предлагает тебе свои богатства. Он предлагает тебе новое життя, новую силу, новое благословение для тебя, Иисус Христос. Слава Ему! И сегодня мы перед Вечным Богом. Я пригадую, когда Колино Данове не было полного дела, где поселиться. И написано, что собралися старейшины и послали из племеней своего пять мужей сильных История Сталона, чтобы они пошли и обновили землю, не было где жить, не было места для них, не было где поместиться. И написано, что они пошли на гору Ефремову. И когда они пришли, их там застает ночь. Они заходят в дом Міхи и там ночуют, но чуют голос молодого Левита, который спевал. И говорят до него, кто тебя привез сюда? Что ты тут делаешь? И чего ты тут? Он говорит, что меня нанял Міха. То и то он пообещал для меня, и я его священником. Слава Ему! Дорогие друзья, тебя нанял Бог. Он призвал тебя для того, чтобы ты был его священником. Аллилуйя! И ты перед лицем Господа. Ты перед живым Богом. На этом месте сегодня небо открытое. Я чувствую, как сила Божия уже проходить, потому что праздник Духа с этого совершается. И Бог пришел. Аминь! Перволасскаламент. Аллилуйя! Жива сила Божия, она уже тебе торкает на тело твоей души. Ты чувствуешь, воздай хвалу Богу. Аллилуйя! Потому что Бог пришел на это место. И благословение Божия проходить. Потому что Дух Святый совершает праздник свою. Ты не случайно тут. На это место Дух Святый принял. И выливает свою благодать. И выливает свою силу и дает победу тебе. Аминь! Перволасскаламент. Аллилуйя! Благословение Божие! Воно тебе наполняет. Воно дает тебе благословение. И отбачивает душу твою. Бог пришел. Аллилуйя! Перволасскаламент. О, воздай славу Богу живому. Принесу ему уже в жертву хвалу. Аллилуйя! И ты отримаешь благословение. Сила его. Вона торкается. Воно проходит. И следует уже происходит на этом месте. Аминь! Кенжурбалаласскаламент. Ах, лабедес! Вечна сила Божа! Дух святый! Господь пришел на это место. Слава ему! Народ Божий! Не бойтесь, бо Бог пришел. Аллилуйя! Бо милость цього починает над тобою. Бо верба, ласка, лавен, рукаю, торкается тебе. Аллилуйя! Керматалалалаландес. О, ласка Божа! Милость цього обновилися над тобою за рано. Аллилуйя! Святый Господь! Кенжурбалагенагендес. О, ласка Божа! Дух благодатствий пожиляет душу твою. Черпай сьогодні у Витфриянский колодець. И прийти на тьому месте. Аминь! Гескарабаралалалантес. О, совяти Божі! Приготовлені для тебе сьогодні, народ Божий! Кендукаралалайес. Кламене, аллилуйя! Новая земля! Господь приготовил оселить для тебе. И ты скоро лидишь. Тебе утомила ця земля. Але тебе чекает небо, святая. Аминь! Керматалалалайсен. Сила Божа! Вона уже проходить. Аллилуйя! Бо прийшов Бог на це місце. О, воздач славу йому за це. Ах, рабаралайсен. Проси в нього, що ти хочеш. І він дасть тобі. Проси мілостю в його. Харба та калакедис, калаколе ідеїс. Голос керемедий бунде клайс. Контроль Бога живого. До цього місця. Аллилуйя! Відзвешує серця. Аллилуйя! Бір мантук ламенис. Богощечник запустив кружало в ближайні. Зависпитать народ. Аллилуйя! Ребеде гелин жутис. О, міле Господа Бога! Рука Христова. Вона не скоротилася, щоб тебе благословити. Мілесть Божа. Простежить на сіміху. Її до дому твого. Арбалайсен. Аллилуйя! Сила Господа! Кенчур беде гелахалам декуменес. О, благоскремує гітарайс. Господи славу. Преленчур баталайс. Господи, ти проходиш, як лошатий. Міжгородом анеруя. Ти проходиш силою своєю. Ти істилентія. Ти одновєнія, Господь. Надіко, народний Господь. Звоплінне гермунте клаймін. Взимає тебе, Господи, щоби була почутна ця молитва. Ах, ласка Божа! Сила Христова, вона тебе оживляє зараз. Приїмай від нього. Від ідого. Керолика Антерайсен. Аллилуйя! Аллилуйя! Потоки Господа. Приходять, як і постануть до народа. Аллилуйя! Кербалаландес! О, ласка Бога живого! Аллилуйя! Напогоняй у дублю свою. О, не будь баймужий! І бів поток Господа Бога. І ти получиш ісцелення! Ти получиш благословення! Бород Божий! Воздасть! Слава Богу! Аллилуйя! Тербалалаландес! Аллилуйя! Сила Господа! Рукавилу всі Бога живого! Варбатуки ланту рейзек ламен! Аллилуйя! Повіяти Божі подаються! Бо Бог прийшов! Аллилуйя! Хинцер, Бегелах, Латун, Чек ламен! Сила Господа Бога! Аллилуйя! Аллилуйя! Горас, Боже! Під духом зеленья пресуті! Під твоя сила, Господь, Прокоди! Поміж за родом! Аллилуйя! Пересталення! Перекреплення, Господи! Народ, поміжся! Подай сила Твою, Господи! І з його шокдай, крепостя! Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok чтобы сегодня оно преобразилось в образ Христов, чтобы сегодня благодать Божия наполнила Твоей ствол. Дух Святый говорил, что он сегодня торкнется многих сердц, и я хотел бы, чтобы мы ишли до этой молитвы, молитвы, как бы это было служение практичное, где Дух Святый торкнулся Твоего и Много сердца, и Ти пил живую воду, утолял свою жажду. Аллилуйя. Я буду читать Слово Божие. Первое место писания – это книги про Рока Геремии, из 2-го раздела, 5-й, 6-й и 8-й верши. Так говорит Господь. Яку кривду знайшли батьки ваші в мене, чтобы они отдалились от меня, и пошли за морнотою, и стали марными. И не спитали они, где Господь, что вывел нас из края Египетского, что провадил нас Він по пустыне. Священники не повели, где Господь, а те, кто держит закон, не познали меня. И 2-е место – это Псалом 49-й, из 7-го верша. Бог говорит до своего народа такие слова. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлемі, і буду свідчить на тебе Бог, Бог твій, я. Я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твоего дома, ні козлів, ні з кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина. Чи м'ясо бичків споживаю я, і чи пью кров козлів, принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої обитниці Всевишньому, і до мене пеклич, в день не долі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Слава Богу! Бог говорит до своего народу, і ви знаєте, він вийшов і став проти цього народу, і каже, не за жертви твої я буду картати тебе, бо вони всі є переді мною. Ви знаєте, у цього народу було все в порядку з жертвоприношенням, вони старалися виконувати букву закона, вони поклонялися, так як вони розуміли це. Але Господь, ви знаєте, він показує їм, і каже, що принеси Богові в жертву подяку, і виконуй свої обитниці Всевишньому, і до мене поклич в день не долі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, алілуя. Ви знаєте, Бог хотів оці жертви серця, яка би ісходила із тих сердечних нот, Бог хотів оці жертви. І він, ви знаєте, я читав те місце писання пророка Єремії, він каже, і вони не спитали, де Господь, що вивів нас із краю єгипетського. Халілуя! І вони не спитали. Ви знаєте, сьогодні, може, твоє життя, воно є в релігійності і обрядовості. Сьогодні, може, твоє цілопалення, твої жертви, вони є на належному місці. Але чи сьогодні твоє серце висказує і задає таке питання, де Господь у моєму житті? Одного разу Єлисей, коли бачив озносіння Ільї, він взяв той плащ, який спав із плащ Ільї, і вдарив по воді і сказав, де Господь, Бог Ільї. І вода розступилася, алілуя! Це не був крик душі, це не був крик від чаю, це не був крик, ви знаєте, того, що Єлисей розчарувався, що немає Господа, ні. Це був поклик Бога в своє життя, це не був поклик Бога на конкретну ситуацію, це був призив Божого імені на те місце, і вода, вона розступилася, алілуя! Господь каже, я буду карати тебе не за жертви твої, не за цілопалення твої, але Він говорить знову люблячим серцем своїм, поклич до мене, або приклич моє ім'я у день недолі, а я порятую тебе, і ти прославиш ім'я моє, алілуя! Чи сьогодні в твоєму житті є те слово «Де Господь?»? Я читав цей записок, і була одна така записка, що в мене вже немає сили ні в дусі, ні в тілі, і я вже не можу молитися. Я хочу спитати тебе, де ти, дорога душа? Сьогодні задай питання «Де Господь?» в моєму житті Він прийде на це місце. Сьогодні Бог хоче не тільки жертви твоєї, не тільки чогось зовнішнього, невиконання якоїсь обрядовості, або твоєї самоправедності. Сьогодні Господь хоче, щоб ти призвав Його у своєму житті, і Його ім'я – то є сильна башта, і втече до неї праведний, і буде безпечний, алілуя! Призви ім'я, Боже, якщо сьогодні в тебе такий стан, якщо сьогодні, може, ти стараєшся, но бачиш, немає ні в чому успіху. Одолівають хвороби, є сімейні проблеми, є інші, які з питання твоєго життя, які мучать і тривожать душу твою. Сьогодні скажи, де Господь, Бог Іллі, де Господь, Бог Ізраїля, де Господь, Бог, який вивів мене із плену єгипетського, де Господь, алілуя! Ім'я Боже, народ Божий, над яким каже кличеться ім'я моє, алілуя! Над яким кличеться ім'я моє, ви знаєте, я хотів би йти до цієї молитви. Я знаю, багато сьогодні мають переживань, ти не маєш устройство в своєму житті. Взнаєте, сьогодні Бог хоче, щоб ти призвав Його ім'я. Коли ти попадаєш в трудну ситуацію, Бог хоче, щоб ти призвав Його ім'я і сказав тебе Господь. Одного разу я попав в таку ситуацію, де я бачив, що зараз буде груда металолому і буде багато крові. Я зрозумів, що це прийшов мій кінець. Взнаєте, я попав на такій ділянку дороги, де був, ну, такий голольод, як скло. І там стояло багато машин, грузових машин, і я зрозумів, я буду зараз там, під ними. Взнаєте, я зняв свої ноги з педалів, я оставив свій руль, і я сказав тебе Господь. Алілуя! І на цьому голольоді ця машина почала зупинятися. Алілуя! Її не занесло, ні вправо, ні вліво, але вона сама зупинилася на обочині. І я сказав, жив Господь! Алілуя! Жив Господь! Жив Господь сьогодні на цьому місці! Жив Господь! Хайдух святий сутній горне твоє серце, я хочу молитися разом з тобою. Я хочу молитися, хайдух святий зійде. Сутній є скеля, вона відкрита. Вон це є і Ісус Христос. Алілуя! Хай прийде приображення в твоє життя. Хай сьогодні розрішаться твої проблеми. Хай сьогодні уйдуть твої хвороби. Ми будемо молитися з тобою. Алілуя! Алілуя! Хто має сьогодні такий стан? Хто сьогодні опустився? Хто сьогодні не може призвати імені Господню? Піднімись свою руку до неба і скажи «Да Господь! Господи, я призваю Твоє ім'я в своє життя! Я призваю Тебе на самій все! Алілуя! Амінь! Молимся! Алфа і Омега! Піднімись свою руку до неба ім'я в своєму! Піднімись свою руку до неба ім'я в своєму! Піднімись свою руку до неба ім'я в своєму! По ім'я Ісуса Христа! Хай притать Твоє обосновлення! Їх смертей, які сьогодні опустили руки, які сьогодні не могли в боротьбі, Ай, пейдух сяний на полні сході! І понад Ними кличиться ім'я Твоє! Алілуя! Хтоя Бананалис! Хічайна Клаудас, де мене Нинь! Аминь, аминь, аминь. И так для многих день милости моей, говорит Господь, Эрбина Глаудес. Кирибина Гол, терпина Гичев, демен, а многие стоят, Эрбина Глаудес. И не могут смирить волю свою пред лицом моим, Эрбина Глаудес. Но еще есть милость моя, Эрбина Глаудес. И руки мои доброго пастыря протягиваются к сердцу твоему, Эрбина Глаудес. Ибо я хочу дать тебе жизнь, я хочу дать тебе будущее и надежду. Эрбина Глаудес. И так народ вас зови, Эрбина Глаудес. И придет ответ с неба, аминь, аминь. Аллилуйя. Гауфа и омега, Дух Божий. Дух Божий, демен, аминь, аминь. И заценE, Кирибина Глаудес. И д Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А якщо сьогодні крик возноситься із внутренності твоєї То промінь сили благодаті торкається І хоче дати тобі повноцінне життя і дихання І тому як важливо всяких вам винести путем із сповідання Положити камінь і сказати до цього місця помік мені Господь То я приніс звільнення на місце І хто може зупинити роботу мою Коли вливається Дух Святий на жажду ще я Ремонт буде проводитися і далі А в багатьок сполниться бажання Серця Амінь Амілуйя, слава тебе Господь Слава тебе Ісусу, Амілуйя Господи, хай господині народки І научиться призвати своє іне Господь Турбуйсяся народу Турбуйсяся народу Турбуйсяся народу Господь Амілуйя, Амілуйя Хай споли на підвищення А вся тупа юрча місця І хай господині стає рівнівна Їх приготуваний путь для тебе Ісус, 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 Алілуйя Ми благословляємо Твоє діння Ти Бог нас, Ти Хар наш, Ти Господь нас Ми благословляємо Тебе І розвеличуємо Тебе Отец Твою і Дух Святий Амінь Сеси, брати, ми ще звершимо зараз молитву Почла така записка Помоліться за Виколаївську область Щоб там був дощ У нас засуха Плюс 45-50 І вже мені телефонували Кажуть, слухайте, ми не знаємо, що таке зелена трава Все згоріло І чомусь це буде Ось частина нашої молитви І чомусь Дух Святий турбує На зараз буде особлива Ще буде молитись за оздоровлення Але особлива молитва І знову мені телефонували І просили І записки подають За тих, хто форий на рак Чуєте? Бо дуже багато таких Просили крепко молодих хлопчина 24 роки І пухлина під серцем на 10 сантиметрів Увеличилася і росте І в критичному стані І за ту жіночку Майстрок, що я нагадав Зараз молитва І всі ті записки, які подавали І хто ще, може, навіть не сказав Десь воно не є Тому попросимо, щоб Господь Сьогодні зупинив те захворювання Щоб милість Божа була явлена І щоб у ту Миколаївську Богу Дощ область Молимось, браті сястрі, зараз Господи, ти господь, який упрощає шум морів Ти той, який керуєш небом і землею Господи, цей крикіті сльози Ісус Немалим тебе тих, який горієн грак Ісус В ім'я Ісуса Христа Немократіє в дуку хвороби Зупинісь Ми, гай, ім'я Ісуса забороняємо Ти не маєш права торкатися Позикі Та й в ім'я Ісуса Христа Господи, я мляй твою славу Прослав твоє ім'я Через уздоровлення Та не за кордоном Та не за Камбаті Того хлопчину І всі, хто писали Хто є присутні тут В ім'я Ісуса Христа Ти сказав, що ти вже протягуєш руку насилення А тому я і вже тебе дякую Що ти, Господі, їм поклав Хай твоє ім'я прославиться і звеличиться Тобі честь і подяка Повік і вичний Амін Дорогі друзі, братья і сьострі Прежде всего, вместе з вами хочу сказати Слава нашому Господу Я буду проповірвати на русському языку Хоть я сам з України На Господь так повел мене по жизні Что 15 лет несу миссионерское служение на Чукотке Среди чукотского народа І апостол Павел Я не буду читать стих Священописание, я процитирую 13 глава 8 стих Говорит так Ісус Христос Вчера, сегодня, его веки тот самий Аллилуйя Слава Ему Братья і сістры І Господь Он так же сегодня зашел Духом святим На Чукотскую землю Благодарю Господа за это За то, что Он нашел нас Молодых, неопытных Можете, братья і сестер Те миссионерки, которые поехали на Чукотку Ми не научили много били чему Но в сердцах было желание ехать И говорить об Иисусе Христе И когда было такое предложение Павел Раджик говорит Поедешь на Чукотку Я говорю Поеду Говорит Насколько? Я говорю Давай на недельку съезжу Нет, говорит На месяц Этот месяц длится сегодня 15 лет И священное писание говорит Межи мои прошли по прекрасным местам Слава Иисусу Представьте Я хочу сегодня говорить Эти милости, которые Господь действует Бог сделал так Что на Чукотке Были миссионеры, которые приезжали на месяц На два, на три Павел Раджик, он говорил Он такой Духа Святого И он хотел Он полюбил эту землю Этот народ Вы знаете И он находится там же А он говорит Соберет 5-6 человек Привезет Покрутится И уезжает на Украину Сегодня Нету Миссионеров из Украины Осталась моя семья Жена Не имея четырех детей Которые Бог нам подарил Вы знаете Господь сегодня Поднимает служителей Из Чукотского народа И это явно большая милость Может не настолько Наполнить духовность Может не таких служений Селезных Как здесь у вас Но есть Иисус Христос Который живой Аллилуйя ему И рассматривая жизнь народа Вы знаете Люди в основном Занимаются рыбалкой И охотой И вот однажды Такое свидетельство Вот этот поселок И вернее Здесь есть брат Дышит этого поселка У нас это уже служение И когда Там сестра рассказывала Они кочуют Вы знаете То есть Выпасая линей Они двигаются И летом По тундре Трактор Сани Такие большие Железные Ташчат сани Там их не вещи лежат И вот трактор Заглох И родители Оставили детей В этих санях И когда Они оставили детей В этих санях То сами начали Собрать Кто ягоды Кто грибы А дети к нам играли И тот Который Стримонтировал трактор Завел его Начал ехать И эти сани Наехали на большой камень И начали переворачиваться И когда Говорит мать Верующая наша сестра Я увидел эту картину Я увидел эти сани Там мои дети Там дети Моих сотрудников Находились в этих санях И начал кричать Господи Я начал бежать Говорит Не могу Увижу Не успею Остановить трактор Я хочу кричать Господи Спаси Помоги И знаете Когда Господь Показал Большую милость Эти сани Стали на место А дети Начали кричать Смотрите Смотрите Большая белая рука Она поставила Эти сани Аллилуйя Живому Господу Достойный Иисус Сегодня славы Вы знаете Он такой же Он такой же Вчера Он сегодня И он такой В этом месте Я знаю Сегодня есть много проблем Есть духовные проблемы Есть химические недуги Но Иисус Он не изменился И я хочу еще рассказать Об одном Таком пример Насколько Господь действует Если кто Именно сегодня Может мужей Жен неверующих Господь Силен сегодня Привезти их И спасти Был у нас Неверующий знакомый Юра Дичков Вы знаете Он приходил К нам на служение Первый раз Пришел А потом Рассказывает Как вообще Господь действует Говорит Хочу попасть На собрание К вам А друг говорит Не иди Не иди Потому что Если ты пойдешь К ним Они тебя затянут И останешься в них А если заплачешь У них на их служении Обязательно будешь их А хочется Пойти посмотреть Один раз пошел Второй раз пошел Говорит Нет Это что-то свое Хотят мне дать Но говорит А я не могу Говорит Я плачу на служении И сегодня Этот брат Юра Спасенный Слава нашему Господу Но когда пришел К Богу Жена жила В городе Магадане Семья была На стадии Развала Совсем Говорит Мы решили так Она в Магадане поживет А я в Анатрии На Чукотке поживу В разных местах Может что-то изменится В нашей жизни Семейной Но Господь Начал работать Вы знаете Она самолист Свою жену Она приезжает Возвращается В поселок Марково И когда Наше брат Находился Свидетельство В поселке Марково Жил у них дома Люди собирались Приходили Там церкви Не было В то время У них дома Проводили служение И однажды Говорит Жена Берет ружье И говорит Уходите И я вас Перестреляю Она прямо Зайла Уходите И они звонят Мне что нам делать Она говорит Взяла Порвала Библию И выбросила ее Говорит Что делать Вы там Поститесь Молитесь А мы здесь Ванат Будем поститься Молиться И попускаем В улице народа Божьего Сегодня Она спасена И наша сестра Господь Марина Слава нашему Господу Братья и сестры Господь отвечающий И пред его лицом Пред его имени Народ Божьего Пристал Сегодня Тот народ Который раньше Поклонялся Огню Тот народ Который совершал Жертвоприношение Идолам Он обращается Сердцем К Богу Слава Иисусу Кровь Иисуса Христа Сильна И она изменяет Многие жизни И когда мы Смотрим на Чукотку Знаете Бог прошел Духом Святим Но из тех Почел Которые сегодня Еще не достигнут Из-за большого расстояния Большое расстояние В том плане Что 500-600 километров Из от поселка До поселка То есть И такие расстояния Не просто так преодолеть Вы знаете Приходится выезжать Не на неделю А на месяца На месяца Чтобы оставить семи Чтобы попасть туда И поддержать братья и сестер И вот один брат Он находился В поселке Берингов Он шел пешком В Акатвам И когда он шел Пешком Была Началась поругат На 18 километров Торбийскую Были поселки Районный центр Поселка Акатвама И когда они шли Он шел сам один Тогда Поднялась пурга И в то время Сестра началась Заять Говорит Дошел ли брат Игорь Верующих обзвонили Говорит Нет его Там ходьбы Три часа Пешком И когда Начали звонить Говорит Нет Давайте молиться Церкви поднялись На молитву Вы знаете Вместо трех часов 18 часов пурги Такая пурга Что за два метра Ничего не видно Не знаешь куда идти Но Господь По милости Своей спас Его И он благодарил Бога И церковь Благодарила По молитве Церкви Народа Божия Бог спасает Бог сохраняет Жизнь народу Слава Ему Аллилуйя Ему И говорит Не нам Не нам Но имени Твоему Дай славу Слава принадлежит Иисусу В этом собрании Народ Божий Возблагодари Иисуса Христа Прославь Его Он достоин Благодарности И по милости Любви Его Я нахожусь Сегодня на этом месте С вами Потому что Если бы не Господь Вы знаете Я бы не был бы с вами Когда в апреле месяце Я узнал о смерти Своего отца Что отец Ушел в вечность Я направлялся сюда На Украину Вы знаете Я вылетал в самолет Поднялся Я говорю Господь Молиться господь Говорит К моему сердцу Я явлю тебе Большую милость Я говорю Господи К чему ты говоришь Мне это Я так знаете Спокоен Вроде бы самолет Боинг Хороший самолет Новый Думаю К чему ты это говоришь Знаете Начали размышлять Но когда мы начали Заходить на посадку Первый раз Шасси не выбросились Второй раз Шасси не выбросили Третий раз Были выброшены Шасси Наш самолет Попосадка И резко потянул В левую сторону Нас встречали Пожарные машины Скорой помощи И начальство Репортального деда Я сказал Господь Я благодарю тебя Я благодарю тебя Я благодарю тебя Что ты явил милость Для меня Что ты спас меня Я звонил Ты набираю номер Телефона дома Ружина Ты знаешь Боже Я являюсь Говорит Знаю Потому что Я проходилась дома Сидела сестра Верующая на кухне Об улучшении Молись Муж в опасности Молись И говорит Дети стали Боже Спаси Нашего Папу Опять Боже Сохрани Нашего Папу В пути Где доходится Детского Тайства Духа Святого Сегодня Господь Говорит Чтобы народ Поднял Поднял Вопк к небу Чтобы были Источники Живой воды Чтобы благодать Божья действовала Аллилуйя Целую нашему Богу Спасителю Нашему слава В этом служении Слава Он достойный Он сегодня спасает Он сохраняет Жизнь народа Божьего Он сегодня Исцеляет Аллилуйя Братья и сестры Я не могу молчать О тех милостях Которые Господь Являет для меня В моей жизни Я не могу Сегодня много Можно было говорить Сколько милостей Приволчается Господь Чукотском народу Сестра Мара Степанова Знаете Когда приезжали В поселок Сама Чувчанка Очень открыто Гостеприимно Она всегда Покормит Наполит чаем Всегда в ее дом Был открыт Для нас Христиан И когда мы узнали Что я разбил Инсульт Мы сказали Господи Ты знаешь Как это творит Поскольку она сделала Для народа Твоего Я не милостей Исцели ее И знаете Благодарить Богу По постам Мы опять к ним Заезжаем И опять нас встречает Наш чашский чая Приготовит И горячее Да Говорим Господи Привратил сегодня Людце К чукотскому народу Слава Иисусу Слава Иисусу Слава цели Господу нашему Братья и сестры Сегодня Господь Хочу Чтобы домашние Жертвники Были подняты Чтобы народ В домах Своих молился И попиял К Богу И по мыльцам Семей Бог будет тоже Действовать Когда-то Развратился Влечебное Служение Домой И жена Слышает Меня в дверях И Сергей У нас большая беда Я говорю Что произошло Пришла медсестра Туберкулезная диспансера И говорит У нашего сына Начальная стадия Туберкулеза Мальчику Четыре года Знать Это был большой удар Господь Готово сердце И я раз понял Господи Это испекание Господи Это испекание Тебя Помоги Дай силы И когда я же Говорю С сестрой А если мы Не дадим Нашего сына И она говорит Мы заберем Ему на 2-3 года Вебен Эту Магаданскую область Мы знали Что дети Щекотки Загорали Был их Туберкулезом И вместо Мамы Они говорят На родителей Когда к ним Приезжают гости Тетя Вместо Медсестру Вместо Медсестри Грина Ивановна Говорят Мама Я говорю Боже Я не хочу Чтобы люди Мира всего Воспитывали Моего сына Боже Я не хочу Этого И мы начали Детьми Молиться Дети Есть опасность Наша Давидка Хотят забрать От нас На 2-3 года Оттуда В туберкулезной Дистанции Болезни Но мы знаем Что наш Бог Истеляет Давайте будем Молиться Знаете Мы полно вечера Утром Вставали Боже И дети Все слезали Говорили Господи Не дай Чтобы нашего Давидка Забрали Истели его Мы спели Неоднократно Так И вот Однажды Проснувшись Ночью Я прошел К его кроватке Мы же Погуляли Если даже Так будет Кто-то из нас Пойдет туда На Магадан Будет там Находиться Это 2 часолета От нас Будет воспитывать Сына Все-таки Чтобы имел Общение С кем-то Хочется С одним С родителей Прямо Так решили Я пришел Сказал Господь Я не верю В то Что Я В свое время Оставил Родную Украину Оставил Родных По плоти И ты хочешь Мне Чтобы из-за Болезни Я был Разлучен Со своим Сыном Иисус Я не верю В это Я знаю Что ты испытали Ты поможешь И исцелить Меня Говорю Иисус Я не верю Что когда-то Ты оставил Небо И пришел На эту землю Оставил Своего Отца Чтобы я был Разлучен Сыном Моим Нет Говорю Иисус Я не понимаю Это Но я знаю Что есть Твоя воля На все Говорю Господи Но если даже И так То я буду Благодарить И славить Тебя И величать Имя То есть Все равно Я буду Благодарить Я не буду Так Я буду Славить Тебя И знаете После этой молитвы Нам через две недели Были раздачи Полторные снимки И в декабре Прошлого года Наш сын Давид Был снятый С публикулезного Учета И Иисусу Вся слава Аллилуйя Аллилуйя Достойный Христос славы Достойной хвалы И достойной Благодарности И сегодня Шестный Дух От этого по земле Она распространяется Сегодня Благодать Божия Она действует И хотелось бы В этом собрать Как братья и сестры Дорогая собрание Народ Божий Дети Божьи Я имею сегодня детей И если Иисусу Я не что-то сделает Своим детям Я все отдам Потому что я их люблю Я говорю Отец Ты больше любишь меня Чем я своих детей И ты сделаешь все Сегодня много есть Желаний и просьб И Бог ответит вам Слава Ему Аллилуйя Нашему Господу Вы знаете Может мы Неоднократно В такой ситуации Когда мы переезжаем С одного места на другое По христианским церквям У нас есть большая опасность В том плане Что морозы Достигают 30, 40, 50, 60 градусов Такая погода И бывали моменты Когда мы находились В поломках Вы знаете Находился 30 градусов Машина холодная Не работает Цена ночь И просыпаешься Ноги замерзшие Я говорю Господи Я не хочу Я не хочу сегодня Остаться без ног Я знаю Ты можешь согреть меня И он согревал На этих путях Слава Ему Сегодня Бог действует Духом Святым Брат, сестра Подиви свои взоры к небу Возблагодарю История Христа Сына Божего Воздай Ему славу Воздай Ему хвалу Воздай Ему благодарность Аллилуйя в этом собране Да будет вечная слава Господу Аминь Читаю Дуже знайомое место Слово Божие Пророка Ионы Первый раздел Написано так Из первого верша И было слово Господня Кионе Сыну Амафеину Встань Иди в Меневи В город великий И проповедуй в нем Ибо злодеяния его Дошли до меня И встал Иона Чтобы бежать Фарсист От лица Господня И пришел в его Пиви Нашел корабль Отправляющийся Фарсист Отдал плату За провоз И вошел в него Чтобы плыть С ними Фарсист От лица Господа Написано Из третьего В третьего раздела И было слово Господня Кионе Вторично Встань Иди в Меневи В город великий И проповедуй в ней Что я повелел тебе И встал Иона И пошел в Меневи По слову Господню В Меневи И был город великий У Бога На три дня ходьбы И начал Иона Находить по городу Сколько можно пройти В один день И проповедовал Говоря Еще сорок дней И Неневия Будет разрушена И поверили Неневитяне Богу И объявили пост И оделись во вретище От большого из них До малого Это слово Дошло до царя Неневии И он встал С престола своего И снял с себя Царские облачения Своё И оделся во вретище И сел на пепле И повелел Провозгласить И сказал Неневия От имени Тарай Вельмож Его Чтобы ни люди Ни скот Ни волы Ни овцы Ничего не ели Не ходили на пастбище И воды не пили И чтобы покрыты были Вретищем люди И скот И крепко вопили И чтобы каждый Обратился От злого пути Своего И от насилия Рук своих Кто знает Может быть Ещё Бог Умилосердится И отвратит От нас Пылающий Гнев свой И мы не погибнем И десятый Вершин Написано И увидел Бог Дела их Что они Обратились От злого пути Своего И пожалел Бог о бедствии О котором Сказал Что наведёт На них И не навёл Уважаемые Братья и сёстры Смотря на это Многолюдное Служение Дух мой Радуется Дух мой Радуется Я знаю Что для Украины Для Ровенской Волынской И этих Областей Окружающих Бог даровал Ещё один Раз Подарок Для вас И для моей Души Так же Я знаю Многие гости Приехали Приезжают Даже с разных Стран Чтобы побыть На этом На этом Служении Благословенном Благословенном Богом Служении И получить Для своей Бессмертной Души Бог Есть на этом месте Аллилуйя Ему Аллилуйя Ему Я так Желал бы Чтобы сегодня Дух Божий Действовал В этом Служении Я думаю Что Братья Назначают Дату Очередного Съездного Служения Взбужья Но У Бога Есть Свои Планы Свои Планы Божественные Планы Относительно Его Народа Он Желает Кормить Свой Народ Он Желает Поить Свой Народ Он Желает Исцелять Свой Народ Он Желает Дать Дух Покаяния Для своего Народа Он Желает Залечить Сердечные Душевные Раны Которые Есть В сердце Верующих И неверующих Людей Он Бог Целитель Наш Хвала Ему Братья Сестры Мы Не знаем Больших Планов Относительно Свох Служения Но Знаю Они На Благо Для Нашей Жизни Они На Благо Для Нашего Сердца Они На Благо Для Нашего Спасения Хвала Ему Хвала Ему Дорогие Мои Очень Кратко Я хотел Поставить Ну буквально Две Три Мысли С этого Прочитанного Места Слова Божьего И было Написано Слово От Господа Ионе Иона 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 Был Один Из Малых Пороков Он Слышал Голос Божий Он Понимал Что Бог К нему Говорит Но Конкретный Голос Божий Был К нему Иона Иди Неневию Город Великий И проповедуй Там Почему Проповедуй Неневию Почему Именно В этот Город Он Должен Войти Потому Что Злодеяния Города Сегодня Людей Которые Поживают В этом Городе Дошли До Меня У Божьих Планов Подведенная Была Черта Загреки Беззакония Преступления Злодеяния Которые Делали Из Городе Была Подведенная Черта Бог Дал Только 40 Дней 40 Дней Для Неневии И Этот Город Должен Был Разрушен Заметьте Братья Мои Сестры Какой Божий Промысл С одной Стороны Божье Правосудие Требует Того Чтобы Накатание Люди Понесли Потому Что Много Греха Беззакония Делается А С другой Стороны Большое Милосердие Со стороны Бога К людям Которые Проживают В Неневии К людям Которые Даже Грешат Бог Желает Проявить Проявить И проявляет Свою Любовь И свое Милосердие И говорит Пророку Стань Иди К этому Городу И проповедуй Там Проповедуй Там Может быть Они Обратятся Своего Злого Пути Может быть Они Послушают Голос Твой Иона Может быть Они Покаются Свои Греха Иди Проповедуй Там Дорогие Мои И было Слово От Бога Кионе Иона Иди Дорогие Мои Бог Сегодня Говорит И на этом Месте Он Не молчит Он Живой Бог Он Говорит К вашему К моему Сердцу Бог Сегодня Говорит К служителям Постарам Кто есть На этом Месте Бог Сегодня Говорит Пророкам И через Пророкам Говорит Господь На этом Месте Аллилуйя Ему Аллилуйя Ему Бог Говорит Твоей Душе Возможно Уже Многие Годы А ты Все Старайся Как-то Свою Жизнь Отрегулировать Своими Методами И своими Путями Идешь Идешь Но Бог Говорит Через Своё Слово Бог Говорит И оно Исполняется На земле Аллилуйя Нашему Богу Через Пророчества Бог Говорит И исполняются Они На земле Через Видение Сновидение Бог Вразумляет Свой народ Это Бог Говорит И Божье Откровение Кто Может Сказать Что Это Неправда Дорогие Мои Бог Говорит На земле Через Разные Трагедии И случаи Которые Случаются На земле Бог Говорит И даже Новая Трагедия В Львовской Области Это Божий Голос К жителям Украины С одной Стороны Опять Беда Пришла На Украину Опять Слёзы Какое-то Разочарование А как Оно будет И что Оно будет А с другой Стороны Милость Божья Направлена К народу Украинскому Бог Говорит Для того Чтобы Остановился Народ Мог Понять Свои Глаза И взыскать Лицо Бога И сказать Бог Ты Есть Бог Вечный Мой Личный Бог Аллилуйя Нашему Богу Бог Говорит Бог Говорит Я помню В 86 Году Когда В Армении Было Большое Землетросение Сильно Потросло Армейскую Землю И мы Поехали С братьями Помощь туда Возили И вы Знаете Когда мы Навестили Этот Город И я Смотрел Я смотрел Мое сердце Содрогалось 15-е сутки После Землетросения На многоэтажные Дома Девятиэтажные Семиэтажные Дома Еще не Тронуты Были А ведь Там люди Накодились 15-е сутки Никто Даже Не пробовал Раздвигать Я смотрел На людей Они сидели Сидели Возле Возле Огня Его Просто Зажигали Эти огни На улице И сидели Люди Не плакали Просто Они Не просто Молились Богу Они Вопили К Богу Это был Такой Знаете Такой Звук Как вроде бы Животных Какой-то Они просто Вопияли Они сидели Это Стон Такой По целому Город Я помню Как Завели Нас Церковь Какой-то Дом Культуры Потому что Молитвенного Дома Не было Весь Этот Дом Переполненный Полностью На подоконниках Люди Сидели Просто У прохода Стояли Много Людей И как Началась Молитва И такая Горячая Молитва И крик До Бога Божия Помилуй Наш народ Бог Заговорил До Армении В то время Дорогие мои Если Бог Не молчит А говорит Бог Любит Отец Любит Своего сына Отец Любит Свою дочь Аллилуйя Нашему Господу Дорогие мои Кто-то скажет Как это Бог Попускает Чернов Война В прошлом Была А теперь Такая беда Это Бог Дорогие мои Нет Это люди Делают Себе Себе Настраивать Своё Своё Страшное Будущее Но Бог Это всё Ограждает И охраняет Чтобы оно Не разорвало Людей Живущих На земле Но если люди Поступают Неправо Неправильно Неправильно Пред Богом Бог просто Отходит Немножко В сторону И приходится Людям Пожинать То Что они Сеют В своей жизни То что они Строят То что они Возводят От этого Терпят Катастрофу Очень часто Дорогие мои Иона Не послушался Лица Божьего Может ты Находишься На этом месте Бог тебе Говорит И ты Не слушаешься Бога Уже Не один год Не один год Ты не слушаешься Бога Я хочу сказать Это служение Для тебя Сегодня Для тебя Сегодня Иона Перетерпел Трудности Был Во шреве Кита И написано Второй раз Бог обращается Иона Иди Ниневию И проповедуй Там И он Поднимается И направляется В Ниневию Заметьте Город большой Три дня Ходьбы Идет Ниневия По городу И смотрите Какая его Проповедь Была Еще Сорок дней И Ниневия Будет разрушена Еще Сорок дней И Ниневия Будет разрушена Еще Сорок дней И Ниневия Будет разрушена Дорогие Мои Что это За проповедь Кажется Иона Вложи Души Немножку В твою Проповедь Скажи, люди добрые, обратитесь к Богу, люди добрые, есть милующий Бог, который может помиловать, люди добрые, Бог справедлив, и вам придется нести за ваши грехи, люди добрые, приблизьтесь к Богу, и тому подобное, это вот такая сухая официальная проповедь. Но, дорогие мои, это слово от Бога было, слово от Бога, и написано, неневитяне поверили Богу, поверили Богу, это серьезно, это не просто какой-то странствующий проповедник, это серьезно. И написано, написано, они оделись во вретище, они посыпали пеплом голову, это слово дошло до царя, он сходит с царского престола, снимает царское одеяние, одевается во вретище, посыпается голову пеплом, дает указание, чтобы люди, животные и скот, никто не употреблял пищей, вот и не пил, и дети то же самое. Вы представляете, что это за состояние было? Три дня убьют пред Богом после молитвы, после молитвы и глубочайшие покаяния пред Богом, глубочайшие покаяния пред Богом, а может быть, Бог смилуется, неневитяне поверили Богу, что это серьезно. Дорогие мои, и Бог отнял то, что было в планах наказания, определенно для неневи, почему? Потому что увидел смирение их. Дорогие мои, я, думаю, составляю еще для вас и оканчиваю свою проповедь. Вы приезжайте на эти служения, вы едете в другие места, я обращаюсь ко всем, кто есть на этом месте. Иногда бывает, и мне Бог дает милость бывать на таких собраниях. Я хочу сказать, может, кто-то есть на этом месте. И в его состоянии такое духовное, или в состоянии его жизни в Боге, вы знаете, как вроде бы спичка зажигается. И горит, 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 и раз она сгорела. Как только служение, как только голос пророческий, как только какая-то проповедь живая, оно касается сердца Божия, Божия, прости. Но приходит понедельник, вторник стреля, и опять как бы скатывается жизнь, и она становится серая. Маленькая молитва, маленькая ревность пред Богом, служение такое, глаза разбегаются по сторонам. Дорогие мои, я обращаюсь ко всем, кто есть на этом месте. Бог желает, чтобы мы сделали стоп в своей жизни. И если надо сказать, проси меня, Боже, один раз сказать, проси меня, очисти меня, Господь, сними вину мою. Но я хочу жить жизнью свободы, как должен жить христианин. Я хочу летать, я хочу парить, я хочу действительно понимать, что я в твоей свободе, в свободе двигаюсь. Может, на этом месте есть люди, которые не отдали свою жизнь для Иисуса, а вы живете вашей жизнью, она вам ведома. Но вы знаете, грехи, грехи, они сзади подпирают, они сделаны, они пред вами, пред глазами, они со стороны окружают вас и сжимают. И нету покоя для души. И дьявол шепчет, все, все ты сделал, ты помнишь, как было вчера и третьего дня? Ты помнишь, как это было с этими людьми? Ты помнишь, как это было тогда? И на уровне мыслей происходит борьба, а душе тревога, душе тревога, потому что нету свободы в сердце. Дорогие, я хочу сказать, я хочу вам сказать сегодня, на этом месте есть живой Бог, милующий. Аллилуйя Ему, Аллилуйя Ему, милующий. И написано в пророке Исаии, Бог говорит, моя рука не сократилась на то, чтобы спасать, мое ухо не тяжелело, чтобы слышать молитвы ваши, но, Бог говорит, беззаконие ваше сделали разделение между вами и мною. Бог говорит, это конкретное слово, Бог желает благословлять, Бог желает миловать, Бог желает протянуть руку из трудных обстоятельств, вытянуть тебя. Поставить ноги твои на твердое основание, чтобы ты твердо стоял, как Божий человек, но, Бог говорит, беззаконие ваше сделали разделение. Дорогие мои, я сегодня ко всем обращаюсь, верующим и неверующим, Бог наш есть свят, Аллилуйя Ему, свят наш Бог, свят и рано или поздно Он поставит свой ответ и проверит строение наше. Каково оно, каково оно, ты столько слышал проповедей в твоей жизни, столько раз тебе Бог говорил, столько раз обращался и обстоятельства все говорили тебе. Время от Бога дорожное, как подарок этих три часа, Бог дает тебе для покаяния, для прощения, для милости. Он желает эту милость даровать народу, Аллилуйя Ему, Аллилуйя Ему. И я хотел бы сегодня вас призвать в молитве, кто сидит, пожалуйста, поднимитесь на ноги. Мое обращение к вам, дорогие мои, мое обращение к вам, чтобы действительно посвящение для Господа было по-настоящему. Боже, вот моя жизнь, вот мое сердце, вот моя семья, мои дети. Я тебе хочу посвятить годы моей жизни, чтобы искренне слушать, чтобы не просто шаг вперед и два назад, шаг вперед и два назад. И такая борьба, как 50 на 50. И верующий мир этот манит. Если отдаться Богу, то мы поем, то на веки, Аллилуйя. Аллилуйя нашему Господу пожелает им милость даровать от твоей души. Вы знаете, Духа Божия, я чувствую, что есть люди, которые, знаете, вот так шатаются, вера их не шатается. Она должна быть живая вера, живая и твердая вера на Бога вечного. Аллилуйя Ему, Аллилуйя Ему. Молимся и просим милости у Бога, все абсолютно, все у Бога милости просим, чтобы их была конкретность служения, конкретность следования за Богом, конкретность посвящения Господу, конкретность обетования Божьей получать в жизни. Бог живой, Его Слово живо, обетовай на Его вечный, Аллилуйя Ему. Аллилуйя, Карабады, Гереба, Лавача, Дарабиды, Геребитани, Аллилуйя. Карабады, Лавача, Дарабиды, Аллилуйя. Боже мой, я умоляю Тебя, пусть Твоя сила Духа Святого идешь, что Ты ожидаешь святости народа Твоего. Ты ожидаешь, чтобы каждый тут припаяцан, как муж, пристояв под Твоим лицом. Ты, Бог, говоришь, а мы слушаем. Скорабады, Гереба, Лавача, Дарабиды, Аллилуйя. Скорабады, Геребитания, Господь. Моя молитва сегодня за Твой народ, за святых Твоих. Ты видишь, Господь, состояние каждого сердца, кто есть на этом месте. Ты видишь колебания души, Господь. Ты видишь, как вера уменьшается, как дьявол наносит удары, как дьявол атакой идет на многие семьи. Во имя Иисуса Христа, помоги народу Твоему остановиться. Остановиться, Господь, и Тебе приблизиться. И нам, всем служителям Твоих, взыскать лица Твоего, взыскать лица Твоего. Да придет дух покаяния, дух покаяния на это место, на это славянь, дух покаяния пред Твоим лицом. Бог протянет Твою руку и даруй милость народу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Аминь ДимаTorzok 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 Почему? Это разве справедливо со стороны Божьей. Одного любить, другого ненавидеть, еще ничего не сделали. Братья и сестры, изучая Писание, вот читаете вы, вы видите, что Давид покорил ядомлян, это потомки Исава. Соломон, они ему платили дань. Солей-израильские брали дань. Так было в жизни потомков Ика, Якова и Исава. Братья и сестры, весь мир лежит во зле. И сегодня Бог, глядя на эту землю, Он понимает, что никто не может спастись. И Он предопределил это великое множество язычников для спасения. Слава Богу! Вы знаете, моя фамилия Кравченко, и я один в семье верующий. Еще пастор, еще пятьдесятников. И мой родственник считает это большим поражением. А для меня это избрание, слава Богу! Братья и сестры, сегодня Бог смотрит на нас через кровь Иисуса Христа. Он поступает по милости. Когда они еще не сделали ничего доброго и худого. Бог по призванию, то есть буквальный перевод в гречество звучит, по милости, Яков возлюбил и дал ему спасение. Слава Господу! Сегодня эта милость простирается к вам! Сегодня этой милости, говорят братья! Сегодня как ты держишь эту милость? Эту милость Исаф отшвырнул однажды, когда ему было дано первородство, и он продал его за течевичную похлебку. Я думаю, как ты глупо поступил, Исаф! Двойная часть наследства, первородный, наследие, наследие палестинскую землю, благосоверение Араама, все тебе было дано, и ты продал. Братья и сестры, как мы сегодня служим Богу, как идем. Я сегодня смотрю в церкви, смотрю у нас в церкви, Молдовы, и думаю, ведь теплота сегодня не считается грехом. Теплое состояние духовное не считается грехом, когда вокруг ходят такие же теплые люди. Братья и сестры, а у нас так не будет. Слава Богу! Аллилуйя! Да где Дух Господен, там свободен. Братья и сестры, я не хочу сегодня много задерживать ваше внимание. Вспоминаю один случай, описанный в истории средних веков. Одного человека, преступника, приговорили к смертной казни отрубить голову. И уже положили голову на плаху, палач взял топор, неожиданно прискакал в саднике и говорит, стой, не отрубай голову, вот помилование от царя. Они читают, да, помилование. И говорят, вставай, уходи, ты помилован. Он говорит, я не хочу. Я не хочу жить. Пусть приговор приводит в исполнение. И они были в растерянстве, как это? Помилование есть, он отказывается. И они пришли к выводу, что если человек отказывается от помилования, приговор приводит в исполнение. Ему отрубили голову. Не потому, что не было милости, а потому, что он ее не принял. Сегодня Господь Иисус говорит, я хочу быть у вас царем. А люди говорят, а мы не хотим. Сегодня в Молдове это звучит, на Украине, в России, в Белоруссии, где едем, приносим весь Евангелие. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Братья и сестры, Украина, Сегодня духовное пробуждение идет. Идет голос Божий. С 90-го года пошла свобода. Тысячи, миллионы грешников обрели спасение. Слава Господу! Как мы стоим пред Богом сегодня. Как мы ходим. Теряем служение Духа. В религиозность подарим. В теплоту, братья и сестры. Не будет у нас там. Мы должны жить по воле. Мы должны возвещать благо. Мы должны возвозить отчи свои туда, к небесам, откуда приходит наша помощь. Слава Господу! О, отче! Один миссионер вернулся после длинной поездки. Многие годы и десятки лет не был дома. Отдал жизнь служению, вот как брат на Чукотке. Тяжело. Пришел и думает, вся церковь будет встречать. Никого! Он думает, ну как же так? Вся жизнь отдана служению. Претерпел много. Почему никто не встречает? Жене говорит, она говорит, а ты Господу скажи. Встали они и молятся. А Бог говорит, сын мой, ты еще не вернулся домой. Когда ты вернешься домой, тебя буду встречать я, Господь Иисус Христов. Слава Ему! Когда ты вернешься домой, ангелы и Серафимы, и Херувимы склонятся перед церковью Божией. Братья и сестры, славное торжество церкви, восхищение. И это и к этому пути мы идем. Аллилуйя! Мы странники и пришельцы. И мы еще на пути. И мы еще идем только домой. И Он ждет нас там. Слава Ему! Аминь! Слава Богу! Я читаю Местописание, это с Брока Исаии, 6-го роздилу, из 8-го виршу такие слова. И услышали голос Господа, говоря, что, кого мне послать, кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал Он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. Ибо угрубело сердце народа сего. И ушами с трудом слышат. И очи свои сумкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я истерил их. И сказал я, надолго ли Господи? Он сказал, доколе не упустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта не упустеет. Послание до евреев, 3-й розділ, 7-й виш. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ужесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои сорок лет. Посему я возникладывал на оный рот, и сказал, не пристану заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в огневе моем, что они не войдут в покой мой. Мы сегодня имеем это звезда собрана, и оно имеет свой направление, молитвенный. Вы знаете, я хотел бы сегодня коротенько говорить слово Божие, так как Бог положил на сердце, и вместе с нами все еще раз закликать до молитвы, помолиться до Господа про потребы народа Божьего. Вы знаете, я тоже читал, как брат Юра говорил, что много записок народа Божьего. Сегодня много нужд, сегодня много проблем, много переживаний, много страданий. И сегодня много тех, кто на месте этого, только проблемы, переживания, горы, беда, привели сегодняшнее собранное. И я скажу одну такую вещь, может она не совсем приятная, не совсем она такая, ну, добра, но как служитель, который служит Господу, и служит народу Божьему, я скажу то, что сегодня необходимы народу Божьему проблемы. Сегодня необходима боль, сегодня необходимы страдания. Мы будем молиться за вырешение. Мы молимся уже за оздоровление. Еще будем молиться. Может уже окремо за кого-то особисто будем совершать молитвы. Это нужно сегодня делать. Но я скажу то, что народу Божьему сегодня необходимы проблемы. Сегодня необходима беда. Сегодня необходимы горе. Нужно страдания, чтобы сблизиться с Господом. Аминь, аминь, братья и сестры. Нужно это. И моё желание молиться сегодня про то, что я сегодня читал слово. То, что Бог когда-то говорил до Израиля. Я, знаете, так перечитываю эти места Писания. И, кажется, то, что Бог когда-то говорил до Израиля. Эти слова сегодня так же важны для сегодняшней церкви народа Божьего. И, кажется, когда вы слышите голос Духа Святого, не сделайте за твердыми сердцем ваших. Братя и сестры, люди, те люди в мире, люди, которые не слышат голосу Божьего, они не могут сделать за твердыми сердцем своих. Твердые сердца, твердые сердца, твердые сердца робляться в тех людей, до которых звучит голос Духа Святого, а они отвергают его. И, знаете, сегодня в этом собрании, есть два момента, два важных для сердца наших, когда слышим голос Духа Святого, умягчить сердце и сделать открытым голосом Божьего, смириться и покориться. И, второй момент, сказать не для меня, не мне, не сегодня, не хочу, не буду, останусь, робиться твердым сердце. Оно робиться твердым. Другой раз звучит голос Духа Святого, и, когда снова отвергается, оно еще стает твердейшим. И люди видят дела Божьи, люди видят, что делает Господь. Но в том состоянии, что удаляется от Господа, и перестают понимать путем Божьем, которым идет Господь. И говорит Бог, а в покой мой не выйдут, а в покой моего я не дам им, не будут они его мать. И говорит Господь до пророка Исаии, когда коснулся в сердце его, когда внутреннего что-то заурилося, он говорит, что я пойду, я пойду. А он говорит, иди. И куди иди? А говорит, иди до этих людей, в которых затвердилось сердце, в которых зимкнулись очи, в которых закрылись ухо. И иди до них, они не обратятся к мне, чтобы я исцелил. Он говорит, Господи, а это надолго. А он говорит, пока не прийдет упустошение. Знаете, сегодня много упустошения в народе Божьем. Сегодня упустошение на жертвеннику. И я говорю, Господи, я говорил, что тепло состояния. Не раздевайтесь. Здесь за питанием, Господи, а надолго это? А пока совсем не упустит. А пока не дойдет от такого стану, что на Розвожье скажет, а дальше мы не можем. А мы нуждаемся, Господи, чтобы ты что-то надо сделать. Пока не дойдет от такого состояния, я хочу его пойти. Я говорю, Господи, нужны на роду Божьему страдания, нужны горы, нужны хвороды, нужны переживания, чтобы призвели себя, чтобы искали лица Божия, чтобы они нашли близость к Божию. И желание моего сегодня, молиться за те, в кого живо сегодня уже затвердевает сердце, в кого уже делается твердение там, в кого зликаются очи и перестает слышать одну такую молитву, а другая еще важнейшая. Знаете, сегодня маянское собрание, оно имеет свой характер, молитвенный, свидетельствующий, проповеди, которые говорят брата, вдохновляющие, которые подводят народ до молитвы. Я говорю, что записки надеюсь, как нужно народу наставление веры, как нужно научение. Сегодня это собрание не имеет времени и не имеет возможности на это, но для этого нужны люди, которые пошли там, где твердит сердце, там, где закрытый в ухо, там, где есть угробление, там уже смыкаются очи. Слово истины, слово наставления, слово веры, которое было близко до сердца. Чтобы возбудить, знаете, часом можно много молиться, много можно вопияти, знаете, потребно наставление веры, потребно слово истины, чтобы разбивать вот это угробление, вот эти твердині. И сегодня потребные люди Божие, которые были мали, это оружие Божие, чтобы разрушать вот эти твердині. Кажется, Павел, мы, каже, ходим в киеве. Кажется, оружие наша, это не оружие телесное, оружие, которую мы имеем, это оружие духовное, чтобы руйнювать вот эти твердині, вот эти задни, вот эти мысли, вот это предупреждение в розуме людей. Знаете, сегодня много людей в таком состоянии, каже апостол Павел, что втратили способность слушать. Они уже мают свои планы, они уже мают свои планы, они уже мают свои понимания, и они уже втратили способность слушать. И нужно не просто сказать слово, а нужно, чтобы это слово, оно шло с оружием Божиим, чтобы оно ишло, и разрушало твердині. Вогиня Иисуса, хай благословить Господь, и мое мнение молитесь, про две таких речи, чтобы были веселые люди, помазаные Господом, нести истину Божию, которые бы имели в послании число Божие, Слово Божие, которые бы стояли в Совете Божьем и передавали Слово, так говорит Господь, Вот такая воля Божия, это есть Слово Божие, и помолитесь за тихо, что неможливо твердые сердца, закрывается от Духа Святого, чтобы они эти сердца не угробили, а они, почуя голос Божий, смирились и взыскали лица Божие, молимся. Аллилуйя, 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 Парманау де велигас, параманау дес, Роменхел де велися, раманау де велися, инияу дес, Господи, мы разуемся наше собрание, Мы поднимаем сегодня молитву до Тебе, Господи, за Тихо, а мы живем сегодня, прислухай Духа Святого, появится сегодня слава Твоя, появится сегодня сила Твоя, в имя Иисуса Христа, в этом собрании, на устройство и сбудование, на спасение людей, мы все просим, в имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Пойдите сюда, это самый важливый момент, когда наблюдают молитвы за спасение, за выздоровление, то я прошу, кто даёт, пока залиште, пойдите, уже не много часов, сейчас слушаем слово до закинчения, хай пообластвуют, а мы молимся, братья и сестры. Субтитры делал Dуха Святого Христа, Аллилуйя. Конечно, это сонце не есть так, как палючее, как было в течение, как уже сьогодний брат говорил. Мы должны дякуться Богу, потому что мы даже понимаем, и в том устройстве Господне, и в заботе Божио. Аллилуйя. Я верю, что Бог будет еще сегодня благословляти нас, веливать потоки своего благословения. Но давайте мы настроим свое сердце, еще несколько минут, и собрань закончится. Еще несколько минут мы разъедемся в свои места и села, в свои семьи и церков. И мы не знаем, что такая возможность еще будет. Я так понимаю и часто люблю говорить, что у нас, Господь, життя, еще будут собрания, еще будут служения. Кто-то, возможно, новый прийдет, а кто-то, возможно, вечность выйдет. Такого собрания, как сегодня, больше не будет. Но сегодня, именно в таком складе, забрал нас Господь, чтобы сегодня любовью своей обвернути сердце наше. Друзья мои, Он есть здесь, начальник жизни, цар над царями, пан над панами, пришел на место. Аллилуйя, ты чувствуешь работу Духа Святого, Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило. И я вспомнил один такой случай, когда один раз Дмитрий Безпалу рассказывал, мы купили очень много продуктов и зашли в одно село для того, чтобы раздать людям, которые имеют эту потребу. И вместе с местным пастором мы заходили от одного домика до другого, от одной семьи до другой. Что есть? Мы подошли до одного домика, где была очень хворая сестра и даже была такая думка, заходить или нет. Она уже ничего не может есть, лежит, но брат Дмитрий сказал, давай, брат, зайдемо все-таки, зайдемо. Зайшли в этот домик, что увидели на лечке хворую сестру, которая уже лежала, не могла ходить, и свечка життя ей сгасала. Зашел брат Дмитрий, положил все продукты, поставил на столице, что было в них, и они мали коротенькое спілкувание, а потом, выходячи, сказал ей сестра, кушай во имя Иисуса. И пошли, братья пошли, а друг седой почав працювати в том доме, и эта хвора подумала, кто же такие слова сказал, слова благословения. Ешь, имя Иисуса Христа. И вы знаете, на ней вера почала возрастать. Если имя Иисуса Христа я стану и буду есть, она уже долго не ела, она уже смучилась, и духовно, и физично. Но она поднялась из своего речка, подошла до стола, и начала принимать эту ежу в имя Иисуса Христа, и Господь ее в той час исцелив. Аллилуйя! Она начала споживаться, как дар Божий. Через некоторый час снова брат Дмитрий приехал в это село, и они снова наведовали эти семьи и родины, и зашли снова до нее, до этой сестры. И брат пастор говорит, брат Дмитрий, чи вы познаете эту сестру? Он говорит, что не познаю, а она уже служит, она на кухне працует. Он говорит, что это та сестра, которой мы сказали, выходя из дома, кушая его имя Иисуса, Бог ее исцелил. И она сегодня не только есть, но и ходит и працует в имя Иисуса Христа. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Сегодня это имя, оно может быть твоим достоянием. Сегодня цар славы может войти в твоё сердце. А мы слушаем Божье слово с молитвой в сердце. Другая книга Самуилова, 22-й розділ. Читаю коротко Божье слово. И промолил Давид до Господа слова о цій пісне. Того дня, як Господь врятував був з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової. Та й сказав Господь моя скеля і твердиня моя. І для мене спаситель він мій. Мій Бог моя скеля. Сховаюсь я мій. Він щит мій і ріг. Він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій. Ти врятуєш мене від насиля. Я кличу преславний Господь. І я визволений від своїх ворогів. Бо хвилі смертельні мене оточили. Потоки Віліала лякають мене. Тене та Шеолу мене оточили. А паски смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа. І до Бога свого я волаю. І Він почує мій голос із храму свого. Алілуя. Книга Псалмів. Четвертий Псалом. Другий вірш. Коли кличу «Озвися до мене, Боже, правди моєї!» Ти простір для мене робив тісноті. Помилуй мене. І почуй молитву мою. Слава Богу нашому. Брати і сестри, я сьогодні хотів би разом з вами пороздумувати про тісноту і простір. Та коротко поділитися Божим словом. Ми читали тільки, що перше місце заспівав Давид пісню для Господа. Коли заспівав? Написано, коли Бог визволив його із рук всіх ворогів. Із руки Саулової. Я задумався над тим словом, брати і сестри. Думаю, яке то життя? Які то такі моменти прийшли в житті Давида? Написано, від всіх ворогів його визволив Господь. А за плечима нелегкі дороги. А за плечима нелегкі пройдені життєві дороги. Коли переслідували його вороги. Саул переслідував. Він мав в своїй руці владу. Він мав силу. І не тільки Саул, але ще й було ваше переслідування. Коли рідний син, але Салом, переслідував і гнався за батьком своїм. Що може бути ще ваше? Що може бути ще тяжче? І Христос одного разу сказав, і вороги для людини, і його домашні. Я багато зустрічав людей, які страждають. Які мають гоніння і переслідування на роботі. Можливо, десь інших місцях від сусідів. Але немає більшого болю, коли йде переслідування на своєму домі. Коли чоловік піднімає руку на жінку свою за ім'я Ісуса Христа. Коли батько піднімає свою руку на дітей своїх. Я знаю такого одного батька в нашому селі, де я вирослав, де народився. І пам'ятаю, коли мого ровесника, мого однокласника, Бог кликав до покаяння разом з цього сестрою. Маленькі діти, сім'я не вірює, що батько бригадир, вони приходили на молитву, вони хотіли йти в служіння. І Бог напомняв їм своєю благодатью. Якщо я не помиляюся навіть когось із тих дітей, Бог хрестив духом святим. А батько сказав, ні, діти, ви не підете туди. Він займає таке місце, його люди вважають. Не підете до штундів, заборонені строго-настрого. Діти просилися, плакали, батьку пусти. Але він не пустив їх. Не пустив. Діти залишилися вдома. Виріс той син. Не разом з ним за партою сиділи. Подружився, почав сильно пити. Повипивав зуби своїй дружині. Немає спокою, миру, сім'ї. Я вже чую, декілька разів вони розвелися і зараз розведені. Жінка не може з ним жити. Лайки постійно, сварки, незгода. І батько, можливо, вже й пожарів. Але пізно дочка пішла теж своєю дорогою. Друзі мої, вороги для чоловіка, домашні його. Може, хтось сьогодні на цьому місці має переслідування в своєму домі. Як написано, муж Божий каже, мене били в домі любящих мене. Укріпися сьогодні, вірі. Може, тебе не приймають. Може, ти думаєш, як додому повернутися. Тому що родина невірюча. Укріпися, вірі. Написано, віруй в Господа. Ісуса Христа. І спасеся ти і весь дім твій. Алінує. Це обітниця Ісуса Христа. Сьогодні для кожного вірючого. Бог визволив Давида від всіх ворогів його. Друже дорогий, брати і сестри, прийде такий час, коли церква Ісуса Христа закінчить духовну війну. Сьогодні війна, сьогодні вороги, сьогодні перешкоди всякі і різні. Але прийде час, коли ми зустрінемося з нашим Господом. Не буде тоді зріз, не буде боротьби і страждань, але буде вічна радість. І далі він каже, що в тому великому утиску він вивів мене на постір. Він вивів мене на широке місце. І друге місце я читав, Псалом Давида на Він каже, коли я кличу, Боже, почуй, Боже, правди моєї, в тісноті ти давав мені простір. Буває сьогодні різна тіснота в людей. Бувають різні притіснення і труднощі. І ми сьогодні чуємо, як не одне до друге. Сьогодні я прочитав одну записку на цьому місці, на цьому служині, де сестра пише і каже, я дуже рідко пишу записки. Я завжди напишу їх, але сьогодні в мене вже переливається. Це гори і переживання. І я рішила звернутися, щоб церква звернула молитву. Не можу більше терпіти. Проблеми вдома, проблеми з дітьми, не стукняні. Ворог робить свою роботу. В тій тісноті вона покликала до Господа і звернулася до церкви. І я знаю, що сьогодні буде звершена молитва, і Бог зайде в той дім і прийде переміна. Алілудя! В тісноті ти давав мені просір. Звичайно, бувають різні причини, чому люди заходять тісноту. Люди, які поступають не по волі Божій. Молоді люди, які хочуть будувати сім'ю без Господа. Потімають тісноту, потімають переживання. Але ж самі наробили для себе, що сіяли та жнуть. Хоч і тоді Бог являє милість. А буває тіснота, яку допускає Господь для випробування. Щоб людина могла пізнати Бога Всемогущого в серці своєм. Як одного разу Бог сказав до Авраама, ходи переді мною. Авраам, я Бог Всемогущий, ходи переді мною і будь непорочний. Він відкрився Аврааму, як Бог Всемогущий. І там, коли Авраам жертву приносив, він знав, що Бог сильний, підняти сина його навіть з мертвих. Бо пізнав Бога Всемогущого. Алілуйя. Алілуйя Богу нашому. Хай прославиться ім'я Його в житті нашому. Як же живе йти з тісноти, якщо вона є сьогодні в твоєму житті. Мені пригадується вона подія з Нового Заповіту. І ми йдемо зараз до молитви. Написано 12 розділ Дії святих апостолів. Ірод піднімає руку на Якова. Стинає голову йому. І побачив, що людям подобається. І слід за тим Петра схопив. І посадив його до в'язниці. Тому що святого пристуків, маючи нами після Пасхи, вивезти його до народу. Петро сидить в тій в'язниці між двома вияками. Закутий двома ланцюгами. Написано в українському перекладі. А церква молиться до Бога. Ну що може Петро робити? Заковані руки і ноги. Я думаю, він і не мав наміру, щоб якось звільнятися самому. Це було неможливо. Я чу, навіть, дехто розказував, ті, які відбували покарання, кажуть, що спеціально, отакі наручники притумані спеціально. Іменно таке, коли людина починає своїми силами щось вириватися, воно ще більше зажимає. Ще більше ті кайтани, ці колоди зажимають. Я не бачив їх, я не знаю, але так розказують. Брати і сестри, на сьогоднішній день є люди, які мають тісноту в своєму житті. І вони стараються самі вийти з неї. Шукають якихось двіх побічних. Шукають якихось людей. Надіються на них, але немає ніякого виходу. Може сьогодні тіснота в твоєму домі і в твоєму житті, і ти думаєш своїми силами якось вибратися, воно ще більше буде зажимати. Чуєш? Ще більше буде зажимати. Не селкуйся своїми силами, але сьогодні чекай безволителя Ісуса Христа, Анця Божого, який є Альфа і Омега, який сьогодні скаже слово, і в твоєму домі прийде переміна. Амінь. Я відчуваю працю Святого Духа на місці цьому. Закутий Петро в кайтанах, сидить і написано, що він спав цієї ночі між двома вояками. І раптом помолить від церкви по милості Господній являється туди ангел Божий. Світло-світилу темницю штовхає Петра в бік і каже, вставай, Петро, дочекався визволення. Сам не міг нічого зробити, але прийшов визволення від Всевішнього Бога. Аліруя. Петро піднімається, одягайся, одягається. Резвучався необхідне, і йдя за ангелом, і йдя по сідах, проходять одну сторожу, проходять другу сторожу. І ось перед ними великі металеві ворота, написано, які треба відкрити. Хто їх відкриє? Але написано, що вони самі відкрилися. Може сьогодні ти вже прийшов одну сторожу і другу, але перед тобою стайні металеві ворота. Хто їх відкриє? Як вийдеш з ті слуди? Дочекайся, Господа. Амінь. Дочекайся, Господа. Ворота відкриваються самі. Петро ходить на свободу. Дальше йде за ангелом. Не сам йде, але йде з ангелом. Пройшов одну вулицю, написано, пройшов другу вулицю, і не стало ангела. А потім здразумів, Господь послав ангела, щоби визволити його з цієї неволі. Аліруя Богу нашого. Приходить Петро до цієї кімнати, цієї горніці, де зібрані християни. Стукає. Рода відбігає, щоби відкрити. І від радості, від того такого переживання, вертається назад. Часом дітям питання задають, біблійне питання. Просили, вірили. Випросили, не повірили. Це, що було якраз з Петром. І ми знаємо, народ Божий прославив, тішився, прославив Господа. Брати і сестри, в тесноті, ти дававав мені простор. Аліруя. Я пригадую тяжкі моменти своєго життя. Я вже свідкував в багатьох церпах. Коли велика тіснота прийшла в моє життя. Коли не було виходу вперед і назад. Не було виходу направо і наліво. Осталося тільки одне небо. Остався один Господь. Молилися церкви, молилася родина до Господа, щоби Бог явив милість. І я пригадую, через тоді нашу тетю стареньку, було таке слово від Господа, коли мама молилася, до неї було слово. І я дам йому простор з усіх сторон. Я не знав, що це за простор. Брата і сестри, по сьогоднішній день продовжується духовна війна. Але ті обставини, які були в моєму житті, прийшла повна розв'язка. Розв'язка від Господа. Господь зачудно устроїв. І я сьогодні живий і здоровий. Дякую моєму Богові, що Він є всемогутній Господь. Аліруя. Може сьогодні в твоєму житті киснота, може сьогодні перед тобою двері закриті, може сьогодні одна і друга сторожа. Деявол скував твоє життя і твою долю. Чуєш, звернися до Ісуса. Своїми силами не можна перемогти зелезла. Звернися до неба, прийде вністення, прийде визволення. І душа твоя заспіває, як заспівав Давид. Коли Бог визволив всіх ворогів Його, і Він сказав, я славлю тебе, Господи, бо ти є твердиня моя. Аліруя. Визволив з руки Саула, визволив з руки Авеселона, визволи, відсвали скамлян і всіх неприємних речей визволив Господь. І навіть тоді, коли в Секелах був спалений і не було ніякої надії, велика була тіснота. Люди хотіли побити каміннями, доцаювався Давид. Але написано, що він укропився надією на Господа. Пересить мені, Гафот, помалився, і з тої тісноти вивела його рука Господня. Аліруя. Я не знаю, яка в тебе тіснота сьогодні. Можливо депресія, в кожному душевні переживання і болі. Я сьогодні чув, дуже ти говорив, що є люди, які мають душевні рани от вірженості на цьому місці, відкинуті божливо батьками, відкинуті людьми, можливо якісь комплекси неповноцінності і так далі. Тебе любить Ісус сьогодні. На місці цьому протягається рука Божа. Аліруя. І з тої тісноти сьогодні анем Господні виведе тебе на свободу і ти станеш вільний. Аліруя. Давайте будемо молитися. Я відчуваю приплив і сестри, прийшов Емамоїв, прийшов цар над царями, який з того часу сказав Дух Господа Бога на мені, бо він помазав мене на голові з проти нищим. Він послав мене відкрити оті терничні ворота, випустили змучених на свободу. Аліруя. Хтете сльози. Аліруя. Хай прославиться їм Ісуса. Тебе сьогодні любить Ісус, друже. Прийни до Нього таки, як ти є. Не будемо мати зараз молитву за покаяння. Якщо ти ще не примирився з Богом, якщо ти сонє далеко від Нього, на цьому місці Він количить тебе, прийди до Нього. Сонє голос Божий так ніжно звучить, як батько до сина, так ніжно промовляє Бог до серця твоєго. Відчини двері серця, Він прийде до тебе, Він з тіську ти в тебе виведе на свободу, тому що для Дух Господній там свобода. Аліруя. Батьки і матері, давайте ми піднімемо руки молитви до неба. Давайте піднімемо руки молитви до неба. Давайте будемо вже молитися, щоб на цьому місці відкривалися темнічні ворота, щоби попадали кайфани гріха і невільня. Хто додає покаяння, будь ласка, проходьте допереду, ми будемо за вас молитися. Когось відкривається Господь. Проходьте сюди на беріг, ми будемо за вас молитися. А народ підняв руки молитви до неба, і праця Духа Святого звершується. Вони вже йдуть. Йдуть старші і молодші люди, відкриваються ті двері, падають одні кайфани, чуєш? Сторожо ворога переможено буде. Кам'янь гріха і невільня буде відвагний. Ти прославиш Ісуса Христа. Алліруй. Алліруй. Додавайте, проходимо. Дозволите пройти. Я прошу, опустивши руки. Будемо продовжувати молитву. Хто бажає покаяння, хто бажає волі Господні, і там, де ви стоїте, підніміть ваші руки при лице Божа. Хто бажає покаяння, бачте, дайте їм місце, що вони пройште. Проходьте швиденько. Хто підняв руку, швиденько проходьте. Відням до завершення, декілька хвилин. Чуєш, але тих декілька хвилин, ті секунди, вони грають велику роль в твоєму житті. Алліруй. Рак не перебуває в домі вічно, а син перебуває вічно. І коли син освободить вас, по-правду будете вільні. Вони йдуть, дозволите їм проходити. Я бачу метушня. Я дивлюся, як вони проходять з заплаканими очима. Алліруй. Алліруй, Богу нашого. Стоять, глядаючи. Чи все нісі різко зростає. Я вію, що цю працю робить для людина, а Дух святий. Вас не треба переконувати. Ви все зрозуміли, що ви грішник. Ви зрозуміли, що вам потрібні, що ви, Господь. Твоя правильність, як запачкана одежа. Ти хотів оправдатися ділами своїми. Ти хотів законно оправдатися. Нужно бути стараєшся, сильно стараєшся заповіді виконувати. Святкувати дні. Але законом не вправдається жодне тіло. Написано, тобі потрібна догадати, спасаючи. Алліруй. Бо ім'я Ісуса. По причині збільшення чисельності єванецьких християн, відувачих людей. І так гарно написав. І в кінці написав. Хай Бог наповняє душі, тих, які вступили за повід з Богом, миром і спасінням. Оце серце, яке було жорстоке. Оце серце, яке було нелюбяче. Ми сьогодні за нього молимося, щоб Бог дав йому покаяння. Ми його не просили нічого писати. Ми йому не казали нічого робити. Він це сам зробив. І сьогодні через цю газету мирську проповідується Євангелій. Алліруй. Алліруй, Богу нашому. Сподобалися йому пісні, сподобалися проповіді. Він таким захопленням написав. Бог міняє серце людини. Алліруй. Забирається камінне серце, ядає плотяне. Може, сьогодні в тебе жорстоке серце. Може, ти не любиш лігуючих. Може, ти дружину свою не любиш, і дітей своїх. На цьому місці є цар над царями, який поміняє твоє серце. Алліруй. Хто вважає ще покаяться, піднімайте руки там, де ви стоїте. Останні секунди ми йдемо до завершення. Будь ласка, хто ще вважає покаяться, там, де ви стоїте, в знак вашої згоди. Піднімайте вашу руку. Дякую. Проводьте життя, яку сюди допереду. Ми будемо за вас і молитися. Час так швидко біжить. Не знаєш, друже, що завтра буде. А сьогодні тебе кличе Ісус. Марію, я воно нашим. Сьогодні тебе кличе Ісус. Вони проходять щасливі. Дозвольте їм проходити. Ми наближаємось до закінчення. Ми будемо за них молитися, що цар слави війшов в серце їхнє. Там проходить людина. Дайте дорогу. Там чоловік проходить. Будьте уважні, марті сестри. Ми молимося і пильнуємо. Ми молимося і пильнуємо. Не розслабляйте за час великої боротьби. Є велика боротьба. Доброчесло. Благословіння чи прокляття. Покаяння чи жорсточення. Я бачив таких людей, яких трикав Бог до покаяння, але вони відкинули заклик. А потім в серці їхнє така жорстоке здобилося. Ненависть прийшла в серце. І наявол губить їх. Приходьте швиденько, ще йдуть. Просто біжать молоді і старші люди. Це перемога Ісуса Христа. Аллілюя. Аллілюя. Іде проповідь про відкриті двері темничні сьогодні для багаток людей. Для радість і переміна всі мої родини. Слава Ісусу. Чиїсь чоловік вийшов і плаче. Чи я... Ісус. Ісус. Чи ж ты, хто чекаєш у них із сіни, і ночі выспасай не чоловіків, зимки. Врятуй не вас, Паре, спасай. Условий Господи. Будь брату ти, як і хочеш нам існюю, вийти замість благословий. Будь брату ти, хто чекаєш у них із сьогодні ім'я Ісуса. І коли ці плачі будуть покладені на хворі місця, хай явиться твоя сната, хай жива твоя сіта ім'я Ісуса. Христа і твоє Миросердя буде явлено для судами твоєї. Він я твоє, Отець небесний, буде достойний з вами, тобі єдиному приносимо подяку і хвилу, Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. Амінь.